Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Номеры к одному убрала. Я виновата, что ты деньги на Грецию зажирил. Ничего не зажирил. Пусть я не могу вырвать на это месяц там. Понимаешь, я уже в этом отмазывался так обвандировкой. Уже жена на работу звонила. Ой, я устала. Одна вкладываться в эти отношения. Хочете, я тебе какой-нибудь подарочек сделаю, а? А потом поедем в Грецию в другой раз. Подожди. Ну, подожди. Да подожди. Что, что, что? Да что у него под матрасом? Офигеть. Трубак. Мама дорогая. Трубак. Мама. Мама. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему ты маме на годовщину купил обувь? Потому что мама сама просила Разве это не должно быть сюрпризом? Взрослым не нужны сюрпризы Взрослые предпочитают полезные подарки А что ты у мамы попросил? Галстук Почему галстук? Потому что папе нужен галстук А маме нужны туфли Это ты называешь полезный подарок? Хорошо, а что для тебя полезный подарок? Игровая приставка Ладно, в следующий раз Ты будешь выбирать подарки, понял? Понял Только мама тебе не галстук купила А ты откуда знаешь? А я видел Как она его прятала Еще перед тем, как в комментировку уехать Алло, алло, да, Настя Кирилл? Нас с вами срочно вызывает Лобанов Почему такая срочность? У меня же входной Я знаю Но похоже, что без нас не обойтись Ладно, договорились Я сам доберусь Только сына завезу домой Да, до встречи Сейчас принесу Петь, ну успокойся, а Ну успокойся Придь, мама сама мне все подарит Так годовщина уже сегодня Слушай, на подарки, на той подарки, что пик дарили Нет Ну ладно, в конце концов Годовщина сегодня Ничего себе Какие огромные Ладно Позвоню маме Алло Алла Вот годовщина тебя И тебя, Кир Ты знаешь, тут Федя нашел твой подарок Конечно, не стоило Но все-таки, ну как А что именно вы нашли в шкафу? Безумно дорогие, красивые часы Извини, но они не для тебя Да? Для кого? У шефа сорокалетия Мы собирали деньги всей командой А на меня просто повесили поиск подарка А твой подарок в коробке на нижней полке Понятно В коробке на нижней полке Ты извини, он как-то, ну, нехорошо получилось Нет, это я виновата Надо было тебе сказать Ага Понятно Ну как, нашли? Нравится? А как Федя? Поцелуев от меня Ну, спасибо, Алло Не ожидал Отличный галстук Ты извини Тут меня на работу срочно вызывают За Федей не беспокойся Я ему нашел хорошую няньку Осторожнее там Под пули сильно не лезь Ну да, хорошо Няньку вызывали Вызывали Привет Аркадий Доктор Лемкин Спасибо А вы сегодня при галстуке? Да, жена Она годовщину свадьбы подарила На вас неплохо смотрится Скажите, а во сколько мы сегодня освободимся? А то перед Роткиным неудобно Я его так внезапно вытащил С Федей понячится Да вы не волнуйтесь Я думаю, док будет только рад В отеле гость Это под Ярославлем В одном из номеров обнаружен труп А при чем здесь мы? Есть же ярославская полиция Вот тут и начинается самое интересное Дело в том, что труп еще при жизни Зарегистрировался в отеле под именем Хью Лори Ну тогда пускай доктор Хаус Сам сделает тебе аутопсию Простите Что они там действительно верят, что это Хью Лори? Как черт в разницу верят или не верят? Международный скандал мне уже напророчили Что Хью Лори действительно был в Москве? А вот представьте себе, был Полгода тому назад был в Москве с концертом Где он в данный момент вообще никому не известно Конечно, 99% за то, что он сейчас у себя дома Там в Америке В Англии Он британец В Англии, в Америке Главное, чтобы не в Ярославле Ну да Но если существует хотя бы малейшая возможность того, что он там, в Ярославле Мы обязаны реагировать Извините, а можно завтра? У меня жена все еще в командировке, а я один с сыном Тогда поторопитесь В Ярославле всего три часа езды Вперед Оля! Оля! Срочно собирай всех. У нас появилась работа. Интересно, а где я всех соберу? В выходные же. Я оставляю тебя за старшую. Да ладно. Просто никому не дозвонились, наверное. Кирилл. Опция. Это Кирилл. Мы сейчас с Настей едем на место разбираться, что к чему. А вы собираетесь в лабораторию и ждите Кирилла. Хорошо? Ну ладно. Я попробую собрать академиков. А вы куда едете? Отель «Гости» это под Ярославлем. Как романтично. Что значит романтично? Кирилл, Окса, давай-ка вперёд и с песней. Поняла меня? Да-да. Уже пою. Когда нас уже отпустят, я боюсь быть рядом с этой штукой. Эта штука лежала под матрасом? Я больше ничего не знаю. Честно. Скажите, а это что, в новостях будет? Мне что, надо будет показания давать? У меня, вообще-то, семья, дети. Мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то узнал, что я был здесь. И в суде выступать будете. И заявление для прессы готовить. Всё по полной программе. Обещаю. Это как это? Да вы не думайте об этом. Езжайте к жене, к детям. Мы им позвоним. Проводите их, пожалуйста. Пойдёмте. Чего ж вы так беднягу-то пугаете? Он теперь вообще сон потеряет. Ничего страшного. Сам виноват. Да, даже я могу сказать, что это не хью, Лори. Да, телосожжение совсем другое. Вы можете определить примерное время смерти? Около недели. И, судя по всему, его сначала избили, а потом задушили. Видите, вот след остался. Здравствуйте. Я менеджер отеля. Борис Ванин. Здравствуйте. Следственный комитет. Младший советник юстиции Анастасия Зорина. Разрешите, я поговорю с персоналом? Конечно. Всё, что нужно, я проведу. Спасибо. Да. Последним в 405-м жил вот. Хью Лори. Не русское имя какое-то. Вообще так зовут одного английского актёра. Скажите, вы самого клиента видели? Можете его писать? Ну, он носил очки, кепку. Вообще странный мужик. Но у нас была медовая ярмарка, и толпа пчеловодов понаехала. Может, он с ними был? А он не оставил свой номер телефона или адрес? Понимаете, мы не всегда просим исполнения анкеты. Такой наплыв, и политика администрации, конфиденциальность. Люди оплачивают номер на все. Да, ясно, ясно. И он не выходил из номера в неделю. Мы думали, что он съехал. Такое бывает. Люди оплачивают номера и выезжают без предупреждения. А так как он заплатил за выходные, то никакого беспокойства это не вызвало. А кто-нибудь обслуживал номер в ночь заезда? Да. Я точно не знаю, но точно знаю, что дежурил Вадик. Он всегда по ночам работает. И где мне найти этого Вадика? Он должен к десяти подойти. Здрасте. Можно? Так. Тело уже грузят в машину. А еще я нашел образцы крови и... и волос рыжий. Жертвы брюнет. Ковер пылесосили не так давно. Так что я считаю, что это волос того, кто посещал жертву в прошлые выходные. Хорошо. Спасибо, доктор Лемкин. Но вы езжайте в Москву, а я останусь здесь. Подожду ночного портье. Ладно, я побежал. Поведу с оперативниками. Будьте добры. Номер на одного. Хорошо. Посмотрим. У нас остался единственный номер. Уже уехали. Значит, на автобусе? Автобусы уже не ходят. Уехать можно будет только рано утром. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Кирюш. Аркадий, я дико извиняюсь, не смог выбраться отсюда. Транспорт уже не ходит. Короче, я застрял на ночь. Понимаешь? Да ладно, не волнуйся, Кирюш. Ночуй. Все в порядке. Мы здесь с твоим парнем очень интересно проводим время. Он вполне прилично играет. Спасибо тебе огромное. Я твой должник. Еще не отведешь его завтра в школу? Не вопрос. Ну, тогда с тебя еще одна бутылка. Ты же помнишь, я люблю односолодовый. Договорились. Проследи, чтобы Федя перед сном почистил зубы, собрал портфель и завтра прилично оделся в школу, а не фотографируется. Не волнуйтесь, папаша. Вы там с советником пока на время про нас забудьте и не скучайте. Все, пока. Так. Тихот. Так. Развиваем успех. Шаг. Ну, ладно, Кирилл. Пойдемте ко мне в номер. Там есть диван. Неудобно? Я потерплю. Если вы, конечно, храпеть не будете. Нет, спасибо. Я на ночь не ем. Я тоже. Ну, вы тогда ложитесь на кровать, а я лягу вот здесь, на диван. Мне все равно еще ждать Вадик. Да нет. Зачем это? Ни к чему. Давайте просто вместе подождем Вадика, потом вместе ляжем. То есть, нет. Я не так выразился. Я поняла. Все в порядке. Хорошо. Давайте посмотрим телевизор. Вы есть не хотите? Ой, простите. Я забыла. Вы же на ночь не любите. Да нет, как раз. Ночью иногда очень сильно хочется. О, боже. Простите. Я пойду. Подождите, Кирилл. Я все поняла. Все в порядке. Обслуживание номеров. Прошу прощения. У нас для интимных случаев есть специальные таблички. Не беспокоите. Вот. Ваши сэндвичи. Пожалуйста. А вы, случайно, не Вадик? Ну да. Вадик. А, вы, наверное, из полиции. Мне Надя говорила, что меня хотели допросить. Вы общались с жертвой? Нет. Ну, то есть, да. Парой фраз перекинулись. И все. Он заказал две чашки кофе. Быстро их забрал. И захлопнул тверь у меня перед носом. Он приехал в прошлую субботу, так? Да. Зарядился на все выходные. Скажите, а почему никто из сотрудников отеля не почувствовал запах разложения? Ну, номер всю неделю пустовал. Уборщица в понедельник пришла. Ни жильца, ни вещей нет. Вот единственное, только лампа была разбита. Тебя могли задушить проводом от лампы. Ребята, ну, сколько можно ждать, а? Я тут ночью посылку от доктора получила. Думаете, клево одной с трупом сидеть? С добрым утром называется. Меня самого с дачи вырвали. Так хорошо с друзьями тусили и тут на тебе. Между прочим, у меня вчера тоже была тренировка. Мы так потренировались, круто, устали. А я потом уснул, вырубился и просыпаюсь. И представляешь, столько пропущенных, конечно же, с моей любимой работы. Молодец, Окса. Ну что, начнем? Коллега, вам право первого осмотра. Да, что это ты сегодня такой добрый? Кирилл, вы готовы? Кирилл. Пять минут. Нужно одеться, выпить кофе. Может быть, вам еще ванну приготовить? Чай с кокао принести? У нас вообще-то дело горит. Нам нужно Хьюлори опознать. Спокойствие, только спокойствие. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. О, кажется, настоящий Хьюлори нашелся. Вот написано Лондон. Может, поедем, а? Понимаю, я не терпится. Всю ночь думала об этом постояльце. Я думал, вы спеете. Вы тоже не спали? Хорошо. Итак, что мы имеем? Человек регистрируется в номере под псевдонимом. Делает все возможное, чтобы остаться незамеченным. А под утро его кто-то убивает. Прячет тело под матрас. И оно лежит там неделю. В то утро уборщица могла и не почувствовать запаха. Да и вообще здесь всякие личности бывают, как я понял. Сюда ведь приезжают в основном с любовниками и с любовницами. А может, в этом и есть ответ? В смысле? Любовница? Нет, анонимность. Может быть, наш Хьюлори от кого-то прятался, приехал сюда анонимно, а враги все равно нашли его. Да, Шурик. Погоди, я громкую связь включу. Так, громкая связь. Доброе утро, Анастасия Владимировна. Привет, Шурик. Нашли что-нибудь? Я нашел под ногтями какую-то липкую дрянь. Провел анализы и получил следы меди, железа, цинка. И йода. В общем, это мед. Мед? Угу. Причем пчелиный. С мелкими частицами воска. То есть, видно, что из сотов. И в нем еще какие-то химические примеси. Видно, что бодяжный. Добрый день. Добрый. Интересуетесь следствием? Да, нет. Что бы. Вот кофе, пожалуйста. Спасибо. Девушка на ресепшене нам сказала, что у вас недавно проходила медовая ярмарка. Верно? А, ну, да. Неделю назад. Как раз, когда заселился этот, ну, труп. Спасибо за информацию. Анастасия Владимировна, здрасьте. Я пробила вашу ярмарку. Туда съезжались не только пчеловоды, но и владельцы мелкого бизнеса. Даже реклама есть для оптовиков. Значит, пчеловоды должны были оставлять образцы меда. Шурик, скажи, а ты сможешь по химическому составу распоздать образец нашего меда? Конечно. Там такой ядерный коктейль, что я его прямо из-за версты учую. Окса, а ты, пожалуйста, найди мне все адреса ближайших медовых лавок. Хорошо. О, с возвращением. А мы с Настей вам гостинцев привезли. Ого. Разбирайте. Вкусно. Как Федя? Да все в порядке. Не волнуйтесь, папаша. Отвел Федю в школу красивого, нарядного. Девчонки рыдать будут. Фух, слава богу. Слава богу. Я проверил кровь и волос. Они не принадлежат покойному. Но зато между собой совпадают. Волос крашеный, наверное, скорее всего, женский. Так, женский. Но этот Лори был один. Может, от прежних жильцов? Сдается мне, что в номере все же кто-то был. На теле следы борьбы. Кто-то его хорошенько обработал. Повреждения ребер, челюсти. А также височные, лобные и носовых частей. Но без боя он не сдался. Костяшки повреждены. Он его хорошо урезал, левый. А что, если девушка пришла в номер мимо регистрации? Мы же понимаем с вами, о каком отеле идет речь? Тайная встреча. Они поссорились. Она его вырубила. Настя, вы извините, но я все-таки сомневаюсь, что это была девушка. Только если она была чемпионкой мира по борьбе без праведки. Есть совпадение по меду. Он был куплен у пчеловода Олега Савелова. Савелова? Так. Аппарат абонент будет включен. Абонент недоступен. Так. Я пробью номер по базе. Узнаю адрес. Но, судя по коду, нам с вами опять придется ехать в Ярославль. О! Мед захватить? Тамара Владимировна. Здравствуйте. Советник Зорина. Мы с вами разговаривали по телефону. Это что? Правда? Мы не знаем точно. Для полной уверенности нам нужно провести тест ДНК. А нам нужны расческа или зубная щетка Олега, чтобы определить, действительно ли найденное тело принадлежит вашему брату. И может быть у вас есть его фото? Ладно. Я сейчас все принесу. Вы видели этого человека? Да, я помню его. Сейчас. Олег Савелов. Жил в 407-м номере. 407-й. Это ж соседний с 405-м. Вот, пожалуйста. А Савелов выписался из номера? Тоже нет. Вадик пришел, чтобы напомнить о выселении. А номер пустой. Интересно, как он в соседнем номере оказался? Как слышно? Громко и ясно. А из постояльцев той ночью никто не жаловался на шум? Нет. Вроде нет. Совершенно верно. Он услышал шум и отправился разбираться. Когда он вошел в номер, убийца ударил его по лицу и повалил на пол. Пока жертва валялась на полу, убийца взял лампу и придушил ее проводом. Итак, владелец 405-го. Пока будем называть его Лори. Мог незаметно провести к себе девушку. Тем более ночью. И... Извините. Наш покойник. Олег Савелов. ДНК полностью совпадает. Савелов жил в 407-м. А за стеной шумел Лори со своей телочкой. Допустим, Олег не может уснуть и идет в 405-й. А может, он просто перепутал номера с пьяным? Завалился как к себе домой. А Лори со своей бабой подумали, ну, может, в окне какой-нибудь влезет. И со страху давай его мутузить. Нет. Это бредовая версия. Давайте сначала. Мы знаем, что в номере была девушка. Так, возможно, она тоже была жертва. Может быть, Лори держал ее там силой? Как заложницу? Ну, да. Ну, Лори ее избивал, а Савелов решил ей помочь. За это его и убили. Так. И где же она теперь? Понятия не имею. Но если она свидетельница, то он вряд ли бы ее отпустил. Давайте не будем называть его Лори. Доктор Хаус, мой кумер. Хорошо. Надо поднять материалы на всех местных девушек, пропавших две недели назад. Окса, это к тебе. Ну, что нового? Нашла пять девушек, которые числятся без вести пропавшими. Но только двое из них рыженькие. Ну, вообще-то наши неизвестные волосы крашены. Это рыжие от рождения. Так что остается Ульяна Бакина. Ульяна Бакина. Дочь бизнесмена Тимофея Бакина пропала неделю назад. Полиция так и не смогла выйти на след. Поеду поговорю с отцом девушки. Последний раз я видел Ульяну неделю назад. Она собиралась гулять с подружками. Но так и не вернулась. Вы сразу заявили в полицию? Да. В шесть утра уже обзвонил все органы. Тимофей, мы думаем, что Ульяну могли похитить. Что? Вам не приходили требования выкупа? Нет. И похитители не пытались с вами связаться? Нет. Тимофей, я же вижу, что вы врете. Скажите правду. Ваша ложь может навредить Ульяне. Они сказали, если я еще раз позвоню в полицию, они убьют ее. Сколько они у вас попросили? Миллион долларов. Скажите, а у Ульяны были подозрительные друзья или знакомые? Да полно. Мы из-за этого часто ругались. Она завела привычку знакомиться с случайными парнями по интернету. Так, возможно, она пошла на очередное свидание. Этот парень ее и похитил? Я не удивлюсь. Привет. Как дела? Я все равно читала переписку Ульяны на сайте знакомств. Взломала ее страницу. Подожди. Так, ты можешь мою переписку в ВКонтакте читать? Ну да, уже читала. Ничего особенного. Не умеешь ты, конечно, с девушками знакомиться. Что? Ладно, я шучу, шучу. Не парься так. Короче, смотри, она пишет. А нет, чувак пишет. Классные фотки. Очень сексуальные. Она. Рада, что тебе нравится. Он. А в жизни ты тоже такое носишь? Она. Только для самых избранных. Хочешь им стать? Рада, что тебе нравится. Для самых избранных. Сколько лет? Жалко, в моей молодости не было этого интернета. Насколько легче было знакомиться, свидание назначать? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Настя, мы тут нашли целую толпу сексуально озабоченных индивидов среди конфидентов Ульяны. Да ладно, на самом деле подозрительным кажется только один. Зовут Кузя. Ульяна вела с ним долгую переписку. Они встречались несколько раз. Последняя встреча была неделю назад. Так это же как раз за день до того, как пропала Ульяна. Могу отследить его IP-адрес. Правда, займет немножечко времени. Да ладно, давайте сразу Кузе свидание назначим. Давайте молодая, одинокая академия. Ищет отношения без обязательств со здоровым мужчиной в расцвете сил. Я так понял, что ты хочешь позвать ее от имени Ульяны, но она же пропала, об этом все знают. Не, не. Мы создадим новый аккаунт. Так, имя, 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 имя. Анастасия Лемки, Лемки. Это не смешно, Окса. Так, возраст 16 лет. Готово. Кто у нас мастер интернет-флирта? Можно я попробую? О, док. Давайте. Кузьма? Вы Настя? Наверное. Она самая. А я ожидал кого-то помоложе. Да? Ну, вы знаете, вы тоже не совсем мою гусь. И я к вам не то чтобы на свидание пришла. Привет. Ну, что, сообразим на четверых? Успокойся, сядь. Ну, попался давай, колись и все. Что вы от меня хотите? Ульяну Бакину знаешь? Знаю. А вы с ней встречались неделю назад. Ну, и что? Она много с кем встречается. Да, но только после вашей встречи. Ее почему-то до сих пор найти не могу. Извините, но после нашей встречи с ней все было в порядке. Что-то с трудом верится. Послушайте, мы просто с ней встретились, поговорили и разошлись. Конец истории и все. О чем конкретно вы разговаривали? Отношения выясняли. А вам-то какое дело? Отношения выяснять по-разному можно. Мы с ней встретились, поговорили. Она мне просто сказала, что между нами все кончено. Мы по-дружески с ней поговорили и все. Она ушла. Я ее даже пальцем не тронул. Подождите. Простите. Простите. А куда конкретно она пошла? Я не знаю, откуда я знаю. Спросите у ее нового кадра. Что еще за кадр? Я не знаю. Она не говорила. Но он точно не из сайта. Я взломала электронную почту Ульяны. Там пусто. Видимо, она регулярно почищала сообщения. Но это неудивительно. С ее родней. Что, никаких зацепок? Нет. Кое-что есть. Я нашла пару адресов в контактах. Сервер сохраняет их автоматически. И среди них есть ник «хаусмд33». Это же английское название сериала про хауса. Доктор Хаус. Короче, этот парень, видимо, фанат Лори. Он везде использует этот ник. Я могу взломать его почту и отследить себе адрес. Да? Тимофей? Что? Успокойтесь. Расскажите мне, что случилось. Они сказали, чтобы через 24 часа я подготовил деньги. Или Ульяна умрет. Но у меня нет миллиона! Вы не волнуйтесь. Самое главное, что Ульяна жива. Простите. Да? Адрес «хаусмд33» принадлежит некому Михаилу Агееву. Спасибо. Скажите, вы знаете Михаила Агеева? Конечно, знаю. Он работал у меня в компании. Потом я поймал его на воровстве и погнал в шею. Так, ну и чем же это не мотив? Слушайте, а что вы ко мне докопались? Через нее, знаете, сколько парней прошло? У ее папы столько бабок нет. Да сколько бы ни прошло, мотив был только у вас. Какой мотив? Ну, поразвлекались с девочкой. При чем тут мотив? Эта девочка была дочерью вашего бывшего начальника, который уволил вас якобы за кражу. Достали. Слушайте, хорошо. Мне надо было отомстить как-то этому уроду Бакину. Я соблазнил его дочурку. А она втюрилась по уши. Писала, звонила. Даже угрожала самоубийству. Я поржал, она поплакала. Все. Конец истории. И вы просто ее игнорировали? Да. Пусть поплачутся. Папаше нервы потреплет. Когда вы в последний раз общались с Ульяной? Месяца два назад. А что? Ульяну похитили. Серьезно? А я тут при чем? Что вы делали неделю назад, в ночь субботы, на воскресенье? Дома сидел. Телевизор смотрел. Сериал. Случайно, не доктор Хаос? Может и Хаос. А какая разница? Ваше алиби может кто-нибудь подтвердить? Нет. Но если вам любопытно, показывали пятую, шестую серии третьего сезона. Можете в программе посмотреть. Содержание рассказать? Нет, не надо. А телевизор можно смотреть где угодно. Я перед вами оправдываться не буду. Вы меня арестовываете? Нет. Тогда я пошел. Последний вопрос. Это ссадина на руке. Откуда? Ссадина в ванной поскользнулся. Удорился. Конечно. Серженаш подозревает. У нас на него улик нет. Подержи. Миша! Мы знакомы? Нет. Но я вместе с Зорин работаю. Я хотела за нее извиниться. Извини. Она бывает увлекается. Да, борзая она у вас. Ну, ты не волнуйся. Ты вне подозрений. А тебе-то что? Ну, не знаю. Может быть, сходим куда-нибудь? Кофе попьем? Или еще что-нибудь? Да нет, я занят всю неделю. Ну, хорошо. Слушай, давай на следующий. Давай на следующий попробуем. Я... Я тебе... Ручки, ручки, ручки. Телефон себе оставлю. Я быстро сейчас. Подожди. Раз, ты вон. Телефон. Сейчас, 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 сейчас. Все. Держи. Звони. А у вас тут все такие, а? Да нет, я одна такая. Быстрее. Нет, ну, вы его рожу нагло увидели. Он ведь даже глазом не моргнул. А мне нравится. По-моему, хороший подозреваемый. Умен, держится уверенно, явно харизматичен. Такому ничего не стоит соблазнить наивную девушку. За ним хоть на край света. Но у нас на него не увлекли свидетели, только мотив. И самое главное, что не противоречит словам Агеева. Сам сказал, что соблазнил девушку и бросил. А как же ссадина на руке? Я считаю, что у Агеева у единственного был мотив. Давайте соберем факты. Что мы знаем? Мы знаем, что похититель держал Ульяну в номере гостиницы гость. Если Агеев смог прийти к нам на допрос, значит, он оставил Ульяну с кем-то. Вопрос. С кем? Да не обязательно. Связал потуже и бросил в подвале. Я просто раздобыла номер Агеева. Позвонила в телефонной компании и запросила список звонков. 15 входящих за последние сутки. Все с одного номера. Вадим Петушков. Петушков, Вадим. Вадик, а не тот ли это Вадик? В парке? Возможно. Окса, проверь. Хорошо? И все равно я считаю, что убийца Агеев. И, возможно, Вадик его сообщник. Доктор Лемке, помните, как странно он себя вел? Он все время нас подслушал. Тогда Ульяна все еще может быть в отеле. В каком-нибудь дешевом номере или в подсунном помещении. Давайте проверим. Как? Просто подойдем и спросим? А давайте его спровоцируем. Если Агеев похититель, то Вадик его обязательно узнает. Аркадий, это пальцем в небо. Ну, а что нам делать? Надо действовать, мы ничего не теряем. К тому же у нас есть косвенные улики. У Агеева есть мотив, а Вадик работал в тот вечер и мог провести Ульяну через черный ход. Да, согласен. У нас счет идет на секунды. Давайте рискнем. Давайте. Аркадий, не волнуйся, все сделаю. Соберу из школы и накормлю, спать уложу и сказку на ночь почитать. Ладно, сказку не надо. Он уже взрослый. Там фельмец какой-нибудь поставь. Разберемся, иди. Хорошо. Извините, но остался только один номер. Люкс для новобрачных. Но раз вы на службе, я боюсь, не могу сделать вам скидку. Вы знаете, сегодня как раз для новобрачных нам подойдет. Сегодня мы не по работе. Нам просто у вас очень понравилось, и мы решили провести здесь романтический вечер. Да, Кирилл? Хорошо. Спасибо. Так, было бы слишком много шума, и Надя может рассказать что-нибудь Вадику о том, что мы вернулись, и Вадик будет настороже, а так пойдемте кирилл. Понятно. Ну? Кажется, здесь нет дивана. Да, кажется, нет. Ну, с чего начнем? Ну, то есть, как мы будем колоть Вадика? Предлагаю начать с ужина. Как вы помните, Вадик выйдет на смену только после десяти. Ну, да. Это вам. Я испортила вам галстук, и меня ужасно мучает совесть. Один из отцовских. Я не могу принять такой подарок. Это память? Да. У меня целый шкаф отцовских вещей. К тому же, я думаю, он не был бы против. Спасибо. Очень красивый. Вот так. Вот так. Я вам помогу. У вас ловко получается. Немного забыла. Я отцу раньше все время завязывала. Так. Готово. Вам очень идет. Спасибо. Так, пойдем. Так, пойдем. Домой звоните? Женя, на мобильной. Только вы ей не говорите, что вы ночуете в романтическом отеле вместе с женщиной. Да еще и в номере для новобрачных. Мне вот интересно, где она пропадает. Должна была уже приземлиться. Ну, может быть, забыла включить мобильный телефон. Устала после полета. Шампанского? Да просто я просил, чтобы она позвоняла, как самолет совет. Давайте выпьем шампанского за успех нашего предприятия. Нет, спасибо. Я не хочу. Ну, нет так. Нет. Нет, спасибо. Расскажите, Анастасия Владимировна, каким был ваш отец? Вы, наверное, будете сейчас очень удивлены, но он очень похож на вас. Всегда такой же спокойный. Всегда сохранял холодный рассудок. Но при этом он был поглощен работой и очень предан своей профессии. Что с ним случилось? Его убили. Еще не поздно. Еще так рано. В смысле, спать не хочется. Чем займемся? Может, новости посмотрим? Кирилл, а где вы видите здесь телевизор? Это же номер для новобрачных. Они новости не смотрят. Они вообще часов не наблюдают. Я не люблю. У меня от него голова болит. Здравствуйте. А будьте добры. В 304-й бутылочку вина. Спасибо. Я думаю, что Вадик уже вышел на смену. Что ж, будем ждать. И все равно, Кирилл, мне очень нравится, мне эта идея. Здрасте. Процесс запущен. Отступать поздно. Это у вас, как всегда, одни домыслы и предположения. Нет уж, извините. Зря мы, что ли, сюда три часа точились. Действительно. Давайте тогда отдохнем, выпьем вина. А, отдохнем. Ну ладно. Я шучу. Хорошо. Дождемся Вадика и уедем. Что ж, одно другому не мешает. Обслуживание номеров. Следственный комитет. Какими судьбами? Еще труп нашли? Да нет, у нас сегодня отгул. А, я сразу смекнул, что между вами что-то есть. Такая химия. Этого парня. Давно видел? Да вы что, я вообще его не знаю, кто это. Вадик, хватит комедию ломать. Агеев с нами сотрудничает. Что? Он сдал нам сообщника, за это ему сократили срок. У вас крыса. Ну почему сразу крыса? По-моему, молодец. Зачем ему одному срок мотать? Вот и ты себе помоги. Леурьяна. Да я не знаю, вы чего, я... Да я вообще не при делах. Это не я все, это Мишка все придумал. Мы с Мишкой друзьями были в школе. А после долго не виделись. А тут он мне ни с того ни сего позвонил и говорит, хочешь денег заработать? Я естественно хочу. Тем более, что делать вообще ничего не нужно было. Ну я просто за ней присматривал и все. Беги отсидеть. Ты сейчас отведешь нас к этой девушке, а дальше мы посмотрим, что с тобой делать. Понятно? Давай, давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проснись, сипой. Чего звал-то? Чувак. Чувак. Чувак, это не я. Меня заставили. Михаил Агеев, вы арестованы за похищение Ульяны Бакина и за убийство Михаила Савелова. Я что? Да вы уберите его, а ты он псих! Наталья Бакина. Чувак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надевай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надевай! Человека! И спрятали труп под матрас! Да я ничего вообще не знал про убийство! Это он, он сказал, что заманит ее в номер, свяжет, а потом мы ее закроем в подвале! Пошел к черту, предатель поганый! Сдохнет, тварь! Хотел папу выкуп поскорее забрать, пока труп не нашли! Да только вы не учли того, что он уже разорен! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Может, вам помочь? Да не стоит, не стоит, Настя! Извините, Настя, испортил ваш подарок! Да вы что? Вы мне жизнь вообще-то спасли! Я вам за это пятьсот галстуков должна! Разрешите, я поправлю! Поправлю на слове! Кирилл Лемке? Да! Пойдемте! Да! Алло, пап! Это не папа, это Настя Зорина! Твой отец, он отошел, сейчас не может разговаривать! Позовите папу! А что случилось? Мама ехала из аэропорта и попала в аварию! Я, короче, отцу сказала, что к Роднееву не поеду, после свадьбы сразу в Испанию на две недели! Чего? Чего? К какому отцу? К моему? Какому еще? Олеж! Олеж! Ты, что-то какое-то очень странное! Может, ну нафиг эти гонки, а? Ага! Поехали домой! Чтоб меня потом чмырили? Нет! Еще я быстро в себя приду! Отлично! Сейчас сделаю этого лоха и ко мне стартанем! Давай, красотка! Ага! Ты только пристегнись! Я счастливчик! Ну что, готов? Вы готовы? Ага! Разрешите? Да. Проходи-проходи. А вот, ознакомься. Обычное ДТП. При чем здесь мы? Ты фамилию видишь? Большаков. Это тот самый медиомагнат? Сын того самого. Настя, я прошу тебя, уделю этому делу самое пристальное внимание. Ну, если это обычное ДТП, то... Погоди. Ну, познакомься. Рауль Алиев. Начальник службы безопасности господина Большакова. Он здесь по инициативе партнеров своего шефа. Рауль, посвятите Анастасию детали. Скажите, вы атеистка? Атеистка? Познакомились в самолете. Хорошая такая девушка. Веселая. Разговорились. Выяснилось, что живем в одном районе. Решили взять машину на двоих. Черт дернул. Как же все это произошло-то, а? Выехали из аэропорта. Едем, едем. Потом бац. А че мы здесь? А девушка? А таксист-то этот? Как они-то? Не знаю. Ну да. Знаешь, я подумала, хорошо, что таксист окончилось. Могло быть и хуже. Ну да. Проходите. Познакомьтесь, пожалуйста. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Рауль, начальник охраны Анатолия Большакова. Рауль это мои коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Неделю назад компания молодых людей устроила стритрейсерские гонки. Безбашенные парни собираются и гоняют по центру города. Опасное развлечение. Почему опасное и почему безбашенное? Я, между прочим, тоже участвовал. И небезуспешно, между прочим. Большинство из них были пьяны и находились под наркотиками. Ну, а что, нельзя покурить, что ли, без... Эдуард! Вы после каждого моего слова будете вставлять свои реплики. Так вот. Один из них разбился насмерть. Олег Большаков. Младший сын от первого брака Анатолия Большакова. Очень влиятельного бизнесмена. Экспертиза установила. Он находился под кокаином. Первоначальная версия такова. Не справился с управлением. И наша задача самым тщательным образом проверить эту версию. Простите, а есть причины? Мальчик с кем-то враждовал, ему угрожали. И это тоже предстоит нам выяснить. Потому что ни следствия, ни служба безопасности господина Большакова ничего такого не обнаружили. Подождите, можно я все-таки вставлю свою реплику? Зачем тогда перепроверять? Существует некоторое обстоятельство смерти. Рауль, расскажите, пожалуйста. Да. Это уже третья гибель в семье. Полгода назад при гором сплаве утонул старший сын от первого брака Никита. Гибель сочли несчастным случаем. Через пару месяцев после этого покончила с собой первая жена Анатолия Григорьевича Алена. Она выбросилась из окна. Признали самоубийством на почве депрессии. И вот теперь разбился Олег. И остались только вторая жена и сын 12 лет. Да, кошмар. Представляю, как он за них боится. В том-то и дело. Он так и считает, что над его семьей висит родовое проклятие. В молодости цыганка нагадала ему, что его ждут золотые горы, большой успех. Но взамен за это вся его семья погибнет. Он в глубокой депрессии считает все происходящее наказанием за его неправедность. И теперь пускает деньги на церковь и благотворительность, разваливая бизнес. Наша задача – выяснить обстоятельства всех этих смертей. И дать однозначный ответ – это все результат чьих-то действий или чистой случайности? Или все-таки это проклятие? Ну, ты даешь вообще. А что? Ты зря смеешься. Между прочим, моя прабабка была шаманкой. Вся деревня к ней ходила. Что, не веришь? Да верю я. Верю я. Вот вообще и в Деда Мороза верю, и еще в народные приметы. Да и в зомби, и вампиров. Да я вообще сам, если честно, как зомби. Шорик, ты бы не хамил, Окси. Рабабка, колдунья говоришь. А может она тебе это, всю свою передала? А вполне возможно. Это точно. И знаешь что? Ты кое-кого тут из нас приворожила. Ты чего? В народные приметы, значит, говоришь, веришь, да? Вот только не надо, молодой человек, ладно? Вот без этого. Так. Эту мистическую чушь мы, конечно же, отметаем. Тогда остается всего лишь два варианта. Либо все эти смерти случайность, либо они кем-то подстроены. У Большакова было слишком много врагов. Давайте искать доказательства, что все это кем-то подстроено. Если не найдем, значит, случайность. Доктор Ленке, проведите, пожалуйста, повторную аутопсию погибшего Олега Большакова. Понял. Повторную аутопсию проведал? Нет, ты сделаешь анализ крови погибшего, а потом поможешь Шурику разобрать и проверить машину, на которой он разбился. Аркадия, мы попросим поговорить с ближайшим окружением Большакова на предмет врагов. Может, были какие-то угрозы, о которых мы не знаем. Окса, ты подними, пожалуйста, в архиве дело о смерти его старшего сына и его бывшей жены. Может быть, мы что-то упустили. Всем все понятно? Да. Тогда приступаем к работе. Почти все. Я знаю этого патологоанатома. Коля Патрушев – классный специалист. Я могу только подтвердить его выводы. Ну, наверное, может быть, Эд найдет что-нибудь в крови. Но тут смерть наступила от полученных травм. Травмы типичной для автомобильной катастрофы. Если б скорость была поменьше, иногда пять километров в час решают, жить человеку или нет. Кирилл, а как, кстати, ваша жена? В гипсе. Слаба. Капельница. Да поправиться, конечно. Слава Богу, в данной ситуации скорость была гораздо ниже. А у нас тут перелом основания черепа, перелом ребер. Настя, скажите, могу ли вас попросить об одной вещи? Могли бы по своим каналам разузнать подробности вчерашней аварии на выезде Шереметьево? Почему бы и нет? Думаю, что это будет не трудно. Спасибо большое. Кирилл, а если вы уже закончили, может быть, вы составите мне компанию? Я собираюсь поехать побеседовать с Большаковым. Да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Чай, кофе, печенье. Что желаете? Да нет, спасибо. Спасибо. Я же просила, с антибиотиками осторожнее. Какая температура? Не волнуйтесь. А скажите, кто это? Это жена шефа Олеся и их сын Андрей. При нем всегда гувернантка, профессиональный медик. Да, вижу, мальчика устроили. Тепличные условия. Да, при нем всегда она и мои ребята. А в свете последних событий его вообще никуда не выпускают. Получается, что он единственный оставшийся наследник. А Олеся – его мать. Ваша мысль мне понятна. Ей действительно выгодна смерть первой жены и детей от первого брака. Но Олеся – человек очень простой. Понимаете? Простого склада ума. Ее не хватило бы на три убийства, которые все приняли за несчастный случай. И вообще, все домашние, весь персонал проверен до или поперек, вплоть до полиграфа. Искать надо на стороне. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Жду на воскресную службу. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам с вами надо поговорить. Позвольте. Пожалуйста. Спасибо. Остаться здесь. Говорят, церковь не признает проклятие. Говорят, что это грех и суеверие. Но я, как ученый, данный вопрос согласен с церковью. А возмездие за грехи? Возмездие-то? А то же существует, от него-то никуда не деться. Анатолий Григорьевич, у вас есть враги? Я ведь не просто шел по головам. Под моими ногами они просто лопались. И сейчас вот эта кара за все. Жена, два сына. Это еще не все. Вот у Маринки, это жена Никиты. У нее после того, как она узнала, что он утонул, выкидыш случился. Ну, не хочет Господь продолжения моего рода. И все-таки, может быть, есть какие-то угрозы или враги, о которых не знает ваша служба безопасности. Слушайте, какие враги? Я вам говорю, что это возмездие за грехи. Когда я смогу забрать тело сына? Когда угодно. Анатолий Григорьевич, еще. Рауль сказал, что была какая-то цыганка, которая вам гадал. Я тогда в Оренбурге был в командировке. Эту цыганку послал, а вообще чуть ее не прибил даже. Надеюсь, она как будто смотрела. Вы всерьез верите в это? Цыганка Пушкина нагадала смерть от белого человека. А Дантес блондин был. Исторический факт. Слушай, Эд, реально, извини, я что-то перегнул сегодня. Да уж. Нет, ну ты тоже сам, ты вот... Чего ты себя с ним ведешь, как школьник? В смысле? Да ну че в смысле? Я не знаю, давно бы уже подкатил Кокси. Я не знаю, там, пригласил на седанку, что ли. Вот только не учи отца. Все уже организовано. Да ладно. Че там у тебя, колись давай. Короче, женщины ведь любят успешных, правильно? Ну да. Так вот, у меня есть план. Какой? Какой план? Много будешь, знаешь, скоро состаришься. Да давай, колись, это че там у тебя, говори уже. Ты лучше скажи, как ты думаешь, что за фиговину ты нашел в машине Олега Большакова? Ой, даже... А? Вика ее знает. Хрень какая-то. Кости какие-то. Итак, старший сын, как мы знаем, погиб на горной реке. Катамаран перевернул на пороге. Из всего экипажа погиб только он один. Если кто-то и хотел его убить, то только рискуя своей собственной жизнью, потянуло его на дно. Ну, теоретически, возможно. Дальше. Первая жена Большакова выбросила с балкона во время вечеринки. Гости говорят, что она была весь вечер подавлена. Но на балконе она была одна. Что подтверждает и охрана, и свидетели. То есть, кто ее мог сбросить каким-то таинственным образом, это непонятно. И вот третья. Странная смерть. Тоже мистическая? Так, давайте-ка все эти мистические штучки отбросим. Сын Большакова. Хорошо, понятно. Пьяный, обдолбанный. Ехал на машине. Но она перевернулась на ровном месте. Непонятно с чего. Еще одна мистическая загадка. Шурик, а что с машиной? С машиной... С машиной все хорошо. Ходовая в норме. Рулевая тоже в норме. Может, он и вправду врезался, потому что обдолбался. И не только кокаином. В крови был обнаружен галлюциноген на растительном происхождении. Грибочки псилоцибиновые. В отчете это все не стали писать. Видимо, Большаков боялся, что такие пристрастия сына просочатся в прессу. Ядерная смесь. Может, ему грибы эти подсыпали? Ну, знаешь, парень был таким раздолбаемым, что я уверен, он мог попробовать и то, и другое. Ну, уже что-то. Не густо. Есть еще что-нибудь? Ну, в общем, вроде бы... Так как бы или есть? Вот. Нашли под сидением водителя. Черт, это же ведьмина закладка. Чего? Это же это, черные маги, колдовская бомба, чтоб привлечь беду на человека. Вот отлично. У нас теперь есть одна реальная улика. Нам что теперь? Надо этого колдуна найти и оштрафовать его за мусор в неположенном месте? Или, может быть, сразу на костре сжечь за колдовство? Олег. А знаешь ли ты, что существует кармическое проклятие? И что я им владею в совершенстве? И пойдешь ты тропою голодного духа в один из восьми адов еще при жизни? Док, вы издеваетесь надо мной? Ни капельки. Я исполняю ваше поручение. Вы велели мне изучить письма с угрозами Большакова. Я увлекся. Больше других меня заинтересовало вот это письмо. Автор некто Виктор Харченко. Владелец издательства эзотерической литературы. Я же говорила. Что значит нельзя? Он занят, потому что... Виктор Иванович, я скажу вам, что вы занят, но они... Ничего, ничего. Леночка, спокойно. Я... Проходите, пожалуйста. Зорин Анастасия Владимировна. Слышный комитет. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Это письмо вы написали? А что это такое? Да, это я написал. Но это, знаете, вспышка гнева. Сейчас мы отмаливаем все это. Вы тогда конкурировали с Большаковым? Да, я был глуп. Обусловлены мирские ценности, деньги, богатство. На высоком духовном уровне. Рассказывайте, что было дальше? Вообще-то, Толя выкинул меня из бизнеса. Ну, и вы разозлились и решили ему отомстить. Вообще-то, я его хотел в Порошок стереть. Но потом поехал в Индию, в Гималайи. Вы знаете, мы неправильно живем. Вот я нашел свой путь. Я его простил. Но не сразу. И потом мне его стало жалко. Вам его жалко? Да. Вы знаете, такое горе. Я ему сопереживаю и молюсь за него. Вы за него еще и молитесь? Да. Два раза. Вот сейчас как раз молился. Но вот вы пришли. Если у вас больше нет вопросов, я хотел бы продолжить свою молитву. Я... Настя, давайте оставим человека в покое. Пойдемте. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Нам нечего ему предъявить. Надоело мне это дело. Колдуны, проклятия. Мне нужны факты и улики. Я же нутром чую, что вокруг Большакова что-то происходит. Ну, нутрое чутье тоже не научная категория. А вообще, я думаю, вам не следует отмахиваться от мистической составляющей. Кирилл, хорошо. Что вы предлагаете? Смотрите. Потомственная гадалка. Может, мы с вами к гадалке пойдем? Она нам погадает и скажет, кто убийца. Обратить внимание на конкретную улику. На какую? Ведьмину закладку. Ее наличие говорит о том, что кто-то как минимум желал зла сыну Большакова. А может, это кто-то помогает проклятию сбыться? Те же грибы, например. Кто-то мог подбросить Олегу для верности. Хорошо. На проклятие надейся сам. Не оглашай. Что конкретно вы мне предлагаете? Детально проверить окружение Олега Большакова. Может, тот, кто нам нужен где-то рядом с ним. Рауль, это Зорина. Мне нужна ваша консультация. И Лариса Кудряшова. Сорок лет. Родилась в Саратове. Высшее медицинское образование. Принята на работу четыре года назад. В ходе проверки из десяти человек была признана идеальной кандидатурой в горынанке. Это все. Подробности на каждого вы можете прочитать в их досье. Все вплоть до образцов ДНК. Могу я вам еще чем-то помочь? Да, можете. Сотрудничать в осмотре дома господина Большакова. Да не вопрос. Только что вы надеетесь найти? Ведьмины закладки, магические знаки, астралы. И пистолей с серебряными пулями я с собой захвачу. Шурик. Извините, пожалуйста. Ничего. Привет. Привет. Никогда не торопитесь выбрасывать все в мусор. Вы хоть знаете, что это? Ведьмина бомба. Так, что ли? Это Костя Воронов. А вот это... Спасибо товарищу Оливу за образцы ДНК. Это не томи. Это волосы первой жены Большакова и ее сына. Черный ворон – птица смерти. Пусть унесет сына туда, куда ушла его мать. Фокс. Что? Доктор Лемке, а ведь вы были совершенно правы. Если этот некто сумел добыть волосы бывшей жены Большаковой и его старшего сына, значит, он находится совсем близко с Большаковым. Молодец. Молодец. У тебя такой вид, как будто ты миллион выиграл. Окса, давай я перейду сразу к делу. В смысле? Хочу тебя кое-куда пригласить. А. Куда? У меня скоро выставка открывается. И я хочу пригласить тебя на открытие. У тебя выставка. То есть это фотографии, картины или… Ну, ты же знаешь, я не художник и не фотограф. Я энтомолог. И главная основа творчества для меня – это насекомое. Подожди. Ты думаешь, мне понравятся тараканы, жуки и вся эта гадость? Ну что, успешный мужчина. Ладно. Поехали к Большакову искать магические улики. Давай-давай. Поехали. И я… Как думаете, коллега, что отличает одного успешного мужчину от другого? Подсказка. У одного успешного энтомолога скоро выставка. Причем даже интересная. А другой ни хрена не смыслит в науке, но зато обладает скромным парком автомобилей. Кого выберет женщина? Именно. Ты бы ее еще, конечно, на гламурную выставку глистов позвал. Ну и что? По-моему, мы нашли. Здравствуйте. Значит, ты и есть та самая дочка. Очень вовремя приехала. Прям как снег на голову. В семье горе. Тут тобой еще занимайся. Люба! Чемодан возьми. Здравствуйте. Здравствуй, Ева. Пойдем? Извините. Кто эта девушка? Дочь шеф. Мы не знали, что у нее есть еще одна дочь. Никто не знал. Вот история. Я дал распоряжение тебя найти. Теперь ты знаешь все. Яна, тебе не обязательно назвать меня папой. Знаете, после смерти мамы я жила в интернате. Почти всю сознательную жизнь. Да, я знаю. Слушайте, я ведь так виноват перед тобой, перед твоей мамой. Я привыкла думать, что я сирота. Что у меня в жизни никого нет. А теперь у меня есть отец. И это счастье. Это правда? Ты согласна? Да. Господи, спасибо. Так. Яна, пойдем я тебя познакомлю сейчас со своими. Пойдем. Олесь. Да. Вот, познакомься. Это моя дочь Яна. Я тебе про нее рассказывал. Да. Она теперь член нашей семьи. Люба, это понятно или непонятно? Понятно. Олесь, ну ты можешь познакомишь ее с Андрюшкой. Ну, дом покажешь. Конечно. Хорошо? Пойдем. Так. Что это, будете? Да не хочу. Она живет в Оренбурге. Мать умерла, когда ей было шесть лет. Видимо, это командировочные приключения шефа. Даже я об этом не знал. Судя по возрасту, он тогда уже был женат. Значит, хочешь признать ее. Понятно. Я взял ее ДНК на анализ, на всякий случай. Номер два. Была в машине Большакова. Кости, как водится, воронье. И волосы разбившегося Олега и самого Большакова. Убрали его первую семью. Теперь хотят убрать его самого. А откуда у колдуна волосы Большакова? У кого он стрижется? Черт. Его же стрижет Олеся. Жена. Она стилист. Да. Мотив железный. Наследство. Она убрала всех, с кем пришлось бы делиться. Вот только не ожидала, что Яна возникнет. Да. Яне тебе придется запастись оберегами. Может быть, вы и правы, но волосы после стрижки может любой подобрать. Так что, возможно, Олеся не такова мы ищем. Подождите. Хватит. Мы никого больше не ищем. Уголовный кодекс не запрещает колдовать. Я иду к Лобанову и отдаю обратно ему это дело. Нет в этих смертях состава преступления. Это все случайности. Так. Что? Уже едут. Андрей при смерти. Господи! Господи! Кто-нибудь! Сделайте ему укол. Да уже сделала. Не помогает. Он задухает. Где скорая? Уже вызвала. Господи. Где же жизнь? Где же жизнь, мой хороший? Как это произошло? Я даже не знаю, из-за чего началась аллергическая реакция. Я сделала инъекцию, но она почему-то не помогла. Где инъектор? Их несколько. Вот один из них. Остальные принесите. Они понадобятся. Хорошо. Причина шока – ОСА. Бумажная. Видимо, она ужалела мальчика. Тот успел ее прихлопнуть, но ничего сказать не успел, потому что началась аллергия. Бумажная ОСА? В смысле? Они выделяют специфическое средство, что-то типа бумаги для строительства своих гнезд. Пережевывают и смачивают клейкой слюной волокна древесины. Странно. Откуда в доме ОСА? Мы давно от них избавились? Пойду осмотрюсь. ОСА Чуть последнего сына не потерял. Бедный мужик. Да. Смотреть на него грустно. А ОСА на участке не видать? Что там? Гнездо бумажной осы. Подай, пожалуйста, пакет для улик. Проверим его на родство наших ОСА. Стоп. Осиное родство? Типа что? Под АНК? Да. Убери только от меня эту гадость. Подальше. Да не бойся. ОСА давно уже покинули домик. Остались только мертвые. Ты знаешь, больше похоже на эту... Папье-маше. Ну, короче, как мы в детском саду делали. Подожди. Это что, паучина? Да вроде. Нередко ОСА делают свои улья в помещениях. На чердаках, под крышей. Подожди. Мы находимся в элитном районе. Тут столько работников. То есть, если бы не нашли вот эту фигню, они бы ее сразу удалили бы. Значит, нам надо искать заброшенное здание. Что-то типа сарая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы выпила сейчас. Наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коньяк. Пять звезд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт. Никакой бы он не был сволочью, но он сидел там один на полу. Может быть, и сейчас там сидит, а мы здесь. И ничего не можем сделать. Настя, перестань. Тебя нельзя раскисать. Честно. Не обращай внимания. Это просто нервы. Сейчас пройдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьми себя в руки. На этот раз мальчик выжил. Ты же знаешь, все это может повториться. Теперь же его дочь становится очередной целью. Сейчас очень важно принять верное решение. Если ты примешь верное решение, ты всех спасешь. Угу. Я тут подумал, знаешь про что? Слыхал эффект плацебо? Ну, слыхал, конечно. Человек может излечиться от пустых таблеток, в которых нет никакого лекарства. Ну, в самом уши и что-то другое включается. Я толком не знаю. Но можно ведь и на проклятие посмотреть, с точки зрения эффекта плацебо, только с обратным знаком отрицательным. Если человек верит в проклятие, то этого человека можно проклятием убить. То есть колдовство можно убить? Если в него просто верить? Да. Убивать не колдовство. А вера в то, что это колдовство действует. Есть многое на свете друг Горацио, то, что и не снилось нашим мудрецам. Услыхал? Шекспир. Колени, пожалуйста, и сюда. Так, а у вас на что аллергия? А с чего вы взяли, что у меня аллергия? Ну, просто нос красный. Это давайте рассказывать, что у вас? На участке Большакова мы нашли вот это. Не могу утверждать, но практически уверен, что гнездо подбросили специально. Да. Ведь все знали, что мальчик аллергик. В нем было несколько мертвых ос. Я взял ДНК нашей осы и сравнил с ДНК осы из этого улея. У них общие аллели. Ясно. Теперь инъекторы. В инъекторах вместо лекарства был физраствор. Вот. Понимаете? Запустили осу и нейтрализовали инъектор. Это элементарно, коллега, рассчитывали на то, что мальчик слабый и не выживет. Чего, к счастью, не случилось. Олеся не могла убить собственного сына. Остается гувернантка. Только не могу никак понять ее мотив. Я сейчас все объясню. Это еще не все. Мне кажется или пахнет спиртным? Кажется. Ну что, выпили, что ли? Могли бы меня позвать. Ты заканчивай, заканчивай. Короче, я сделал анализ ДНК Яны. Материал мне предоставил Рауль. Она действительно дочь Большакова. Но помните, Рауль предоставил нам образцы ДНК всей обслуги? Да. Так вот, я не пленился и сделал сравнительный анализ. В общем, нашлось еще одно совпадение. У Яны, помимо Большакова, в доме есть еще один близкий родственник. Это тетя Люба. Она бабушка Яны. Правда, по линии матери. Это ты гений. Правда, они скрывают свое родство. Мы с Шуриком были свидетелями. Они играли на публику. Когда Яна приехала, они ругались. Тот же. Тот же. Тот же. Когда я. Анатолий Григорьевич, Анатолий Григорьевич, пойдемте. Ну, нельзя же так сидеть все время. Встань от меня! Мне ничего не нужно. Лишь бы с моим мальчиком все было хорошо. Я буду сидеть здесь. Пока там меня не услышат и не простят. Бабуль, может, хватит притворяться, что мы друг друга не знаем? Я не понимаю, зачем весь этот спектакль? Так надо. Делай, что я тебе говорю. А что ты делаешь? Для тебя стараюсь. Забери его к себе. Позыри его к себе. Его тело, его душу. Куда мы идем? Где Любовь Ивановна? У себя наверху. Бабуль, ты с ума сошла? Прекрати. Не мешай. Бабуль, перестань! Перестань! Ай! Еще чуть-чуть. Чтобы ночи в душ к нам стало! Чтобы могила дома не стала! Забери его к себе! Забери его к себе! Откройте следственный комитет! Откройте следственный комитет! Вы и вы задержаны до выяснения обстоятельств. Позна девочка! А вот и грибочки! Забери! Алло! Алло! Андрюша! Пап, привет! Мне уже лучше! Сказали, скоро домой отпустим! Сынок, это хорошо! Когда мама... У нас все хорошо! 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 Слава Богу! Вы были уверены, что первая жена Большакова и ее старший сын умерли от вашего колдовства. И плод невестки его извела. И что, вы меня теперь посадите за колдовство? Только потом ваше колдовство почему-то перестало действовать. И вы решили помочь черной магии. Сначала вы подбросили глюциногенные грибы, которые мы нашли у вас, младшему сыну перед автомобильной гонкой. Так и ОС тоже запустили вы и нейтрализовали инъекторы. На одном из них мы нашли ваши отпечатки пальцев. И все это вы провернули ради своей внучки. Обрюхатил дочку и бросил. Она ему написала, а он в кусты. Ничего не знаю, не мой ребенок. Она и слышать после этого не хотела ни о какой помощи от него. А мне каково было? Смотреть, как внучка в нищете растет при живом-то отце-миллионере. А потом моя доченька три месяца в больнице умирала. Мы с Янкой вдвоем остались. Я только из-за нее не повесилась. Думала написать ему еще раз, а может, вдруг поможет. А потом думаю, нет. Как брехается. И сделала по-своему. Я приехала в Москву. Устроилась к нему на работу. Я его очень хорошо узнала. Он заслуживает посмертных мук. Да кто вы такая, чтобы решать, кому мучиться, кому жить, а кому нет? Вполне вероятно, вам понадобится помощь профессионального психолога. Можете обратиться ко мне. Извините. Я сам справлюсь. Как вы? Ну, так. Спала плохо. Все никак не могу отойти от этого ковровства. Ясно. Я никак не могу понять, как связаны первые три смерти и магия этой бабки-психопатки. Ведь состав преступления есть только двух последних. Есть много на свете двух городцев. Очереда смертей в семье Кеннеги, например. Может, там тоже какой-нибудь Воду шаманил. Да ну и всех крешил. Как ваша жена? Скорой выпишут. Я тут поузнавала подробности про ДТП. И что? Машина, в которой ехала Алла, это служебный автомобиль некого Льва Гранина. За рулем находился его шофер. И в отличие от Аллы, они пострадали не сильно. Спасибо. О, а вот и наши. Здорово. Всем здравствуйте. Привет. А где Окса? Окса? Жуки, фу, гадость. Понимаю. Спасибо, что пришли. Ну, пойдемте, покажу свой скромный шедевр. Окса. Привет. Привет. А что ты тут делаешь? А как же там гадости, жуки? Я на секунду забежала, просто рядом была. Эд, ты молодец. Я тебя поздравляю. А давай я расскажу, каких насекомых использовал для картины. Давай. Док, что думаете, у нашего коллеги есть шанс? Определенно. Весьма высокие шансы и разбогатеть, и прославиться. Я тут, кстати, такую фиговину видел. Пойдемте, покажу. А синенький это кто? Это из серии Лютиковых. Можешь подробиться? Ну, только аккуратно. Можно вас спросить? Да. Вы, кажется, не удивлены подробностями ДТП? Когда я забирал вещи Аллы из больницы, среди командировочных документов нашел счет за номер в отеле. Алла и Грайн жили в одном номере. Ну, это же ничего не значит, Кирилл. Мы же сами тоже в одном. Ну, простите. Да, ничего не значит. Как говорят наши друзья-колбуны, каждому воздастся по делам его. Пойдемте присоединимся к Бенефису. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Па... Слушай, можешь денег одолжить? На что? Па, очень нужно. Срочно, пожалуйста. Сколько? Много. Много – это сколько? Много – это двадцать тысяч. Пап, я верну, клянусь. Сынок, тебе голову напекло. Ну, подожди, давай хотя бы выслушаем. Ну, зачем ты так? Да не буду я его слушать. Сопляку на еще такие деньги иметь. Па, хороший, я тебе говорю, я отдам. У тебя бабла кура не клюют. Да не клюют. Ты здесь при чем? Ты это бабло зарабатываешь? А что ты свою старую шарманку-то заводишь, а? Что ты как жлоб-то себя ведешь? Руслан, садись по печи. Убери, это наше дело, не лезь. Так ты как с матерью разговариваешь? С матерью? Да какая она, моя мать? Да я бы с ней со стыда возгорел. А ну извинись, немедленно. За что? За то, что на свою шлюху ляма-то нахер. Пошли в угол. Руслан! Без вас обойдусь! Совсем зажрался, щенок. Ваня, ну зачем ты так? Ну подумаешь, ляпнул. Ну зачем ты его бил? Что значит ляпнул? Он тебя оскорбил. Я это ему должен был с рук спускать. Не будет этого. Ваня! Ваня! Одно? Нет, конечно. Я уверена, он объявится. Объявится. Ногти грызи, а он там ходит обиженный. Не переживай. Все будет хорошо. Садись, выпей чай. Не трогай меня! Успокойся. Да ладно, иди ты нафиг, не было ничего. Ты так говоришь, потому что вы выиграли. Не толкал он никого. Да он троих наших снес. Посмотри на него, он псих двухметровый. Чуваки, зацените. Да алкаш какой-нибудь запей. Чуваки, да тут походу скорая нужна. Здравствуйте, вызывали? Да, да, да. Проходи, Настенька, проходи. Садись, Настенька. Настя, у меня к тебе личная просьба. Опять же, не подарок на годовщину ищите? Нет, на этот раз их гораздо серьезнее. Видишь ли, у меня есть друг, старинный друг еще с армией. Ванька Фомин, ну, Иван Фомин. Уважаемый человек, чиновник из мира с спортом. Откуда у него беда? У него сына избили, сильно избили. Сейчас он в коме. Я слышала эту историю, по телевизору показывали. И Фомин задержан как главный подозреваемый. Ну да, да, все верно. Так вот. Видишь ли, Настя, я знаю Ивана как облупленного. Не способен он на это, понимаешь? Не способен. Он в Руслане души не отчаял. Особенно после смерти его матери и своей первой жены. Он вдовец? Да, он женился второй раз на Юльке. Да, это не важно. Важно то, что в крови Руслана нашли следы героина. А в кармане еще пакетик с пятью десяти граммами. А Фомин знал, что его сын употребляет наркотики? Да нет. Никто не знал. Не такой это парень. Хорошо. Только я сразу скажу. Я никого прикрывать не собираюсь. Если окажется, что Фомин виновен, он понесет наказание. Зорина, если выяснится, что Фомин виновен, я ему самообеспечиваю наказание. Не сомневайся. Все, иди. Я тебя больше не задерживаю. Настя, спасибо. Что-то опаздывает твой знакомый. Может такси вызвать? Нет, не надо. Он всегда точный. Всегда? Как часто? А что ты придираешься к словам? Он просто мой босс и в работе он всегда точный. А вот, кстати, и он. Тише. Гранин, Лев. Здравствуйте. Вы Кирилл? Да. Все правильно. Очень приятно. Там такая пробка. Алонька, привет. Вижу, что хорошо выглядишь. Под Рижской эстакадой. Ты колено разверни, чтоб гипс не дают. Как хорошо, когда муж доктор, а? Кирилл, усаживайтесь. Да нет, я на метро поеду. Да вы уверены? Конечно, вы же говорите, там пробка. Не, ну если надо, так надо. Вы не волнуйтесь, я не Геракл, но до лифта мы как-нибудь доберемся, да? Давай мы тебя хотя бы до метро довезем. Да нет, ты не переживай, все в порядке. Ты мне лучше позвони, как доберешься, хорошо? Все. До свидания. До свидания. Эд, не расстраивайся. Повезет в любви. Ты молодой и красивый. Ну уж извините, что у меня нет вашего многолетнего опыта игры в пятийных заведениях. Согонь. Все в сборе. Отлично. Значит так. Наша жертва подросток Руслан Фомин. Множественные ранения. Сейчас лежит в больнице в критическом состоянии. Он что, еще живой? Да, Эд, живой. Но едва-едва. Так а при чем здесь мы тогда? Вот и у меня был тот же самый вопрос. Но оказывается, что отец жертвы очень хороший друг нашего Лобанова. Значит, выполняем личный заказ. Я бы так не стала выражаться, доктор Лемке. До инцидента у отца с сыном произошел очень серьезный конфликт. И отец не отрицает, что он дал сыну очень хорошую затрещину. Затем сын куда-то выбежал, отец вышел вслед за ним. Где был отец, неизвестно. Сына нашли в очень тяжелом состоянии, избитым до полсмерти, накачанным наркотиками и с героином в кармане. А сам Иван сейчас в КПЗ по обвинению в бытовом насилии. Нам с вами просто надо выяснить, виновен этот человек или нет. Все все поняли? Тогда за работу. Так. Удачно. Круто. Пойдем. Вы занимались гимнастикой? А это вы на каком-то конкурсе? Чемпионат Латвии среди юниоров. Ух ты. Ну и как? Первое место. Класс. Скажите, я нашел кровь вот здесь. Наверное, где-то здесь они подрались, да? А они не дрались, они ругались. А потом Ваня дал пощечину Русику. А с чего началась ссора? Русик просил большое количество денег у Вани. А Ваня ему не хотел давать. Русик был в бешенстве и все друг за другом закрутилось. Это вообще чудо, что он выжил с такой-то потерей крови. Можно посмотреть рентгеновские снимки? Да, пожалуйста, здесь снимки и анализы. Да, парню крепко досталось. Он мог сразу умереть. Да, чудо. У него же транспозиция. Сердце справа, печень слева. Да-да, очень любопытный случай. В своей практике в первый раз с этим сталкиваюсь. У него в крови обнаружена большая доза героина. Да-да, у него на руке свежие следы до укола. Да, интересно. Спасибо. А женщина, конечно, шикарная. Ну да, не чёток. Не чёток? Можно подумать, у тебя были лучшим. Да ну нет, ну в смысле, Фомин же миллионер. По идее, такие к нему должны в постель штабелями ложиться. Могут ли себе какую-нибудь знаменитость выбрать? Не знаю. Да, карака. Ты от кого выбрал? Фиг знает. Меган Фокс, наверное. У вас губа не дура. И глаз алмаз. Зацени. Думаешь, это кровь нашего героинщика? Да других вариантов и быть не может. В цене ещё какие-то следы? Ага. Обувь женская на высоком потолке. А вон ещё кровь. Да, но это уже не Руслана. Почему? Да, капли маленькие, она не могла так далеко отлететь. Давай возьмём и проверим. Давай. Но если я окажусь прав, месяц кормишь меня обедами. Идиот. Я ещё раз повторяю, я не избивал своего сына. Я дал всего лишь пощёчину, чтобы он не хамил старшим. Он сказал, зачем ему нужны были деньги? Нет. Пришёл, просто начал требовать. Знал бы, чем это всё закончится, дал бы не думая. И часто у вас случались такие ссоры? Бывает. Он подросток. Пойди, найди с ними общий язык. А как давно у него начались проблемы с наркотиками? У него не было проблем с наркотиками. Почему вы об этом спрашиваете? Потому что анализы показывают наличие героина в крови Руслана. Помимо этого, мы нашли героин у него в кармане. 50 грамм. Не исключено. Иван, я понимаю, как отцу вам это трудно принять, но факты остаются фактами. Это может объяснить его поведение в последнее время. И последнее. Вы можете показать, как вы ударили сына? Да это был не удар. Это была всего лишь пощёчина. Вот так. Этой пощёчиной вы разбили ему нос. Не рассчитал силы. Рука тяжёлая. Я бывший самбист. Спросите у кого угодно. Я не бил своего сына. Это случилось в первый раз. Спасибо. Юлия? Юлия Фомина? Да. Мы знакомы? Да. Здравствуйте. Советник Зорина. Мы разговаривали с вами по телефону пару часов назад. Здравствуйте. Я хочу задать вам несколько вопросов, если это возможно. Это обязательно сейчас. Я иду к мужу. Это не займёт много времени. Вы знаете, я готова ответить на все ваши вопросы, но не сейчас. Хорошо. Тогда давайте с вами созвонимся и договоримся о встрече. Да. Конечно. Советник. Никто не знает Ваню лучше, чем я. Я не верю, что он мог забить собственного сына до смерти. И все эти обвинения, это просто смешно. Хорошо. Мы во всем разберёмся. Не буду вас задерживать. Спасибо. Ох, жалко я не миллионер. Стандартная красотка, ничего особенного. Они же все на одном лицо. Не скажи, Настя. В этой девице есть какая-то изюминка. Загадка, таинственность. Вы тоже считаете, что она что-то скрывает? Не знаю. Может быть. Фигурка ничего. Наверное, бывшая балерина. Да. Медведь и балерина. Отличная парочка. Они загнали его в угол, повалили на землю и начали добивать. У него просто не было шансов. Есть еще что-нибудь? Да. Мы с Шуриком нашли за гаражами два образца крови. Один принадлежит Руслану, а второй, предположительно, женский. Во втором Шурик выявил следы двойки сети титана, воск, потом следы красителей. Нет, ну короче. Короче, губная помада. Скорее всего, из рассеченной губы. А может быть, Фомину помогала жена? Оксана не боксерша, она гимнастка. К тому же мы взяли образцы ДНК и сравнили с кровью нашей неизвестной анисофадальта. Но кровь принадлежит славянской этнической группе. И я берусь предположить, что она была русой. Да иди ты. Ты что, теперь по ДНК можешь цвет волос определить? Да. Так, давайте по делу. В крови девушки с разбитой губой остались следы героина. Она сильно наркоманила. И еще, у нее 37 размер обуви, судя по следам. Тофель. Ясно. Есть еще что-нибудь? Да, как раз информация о докторе Лемке. Руслана не просто били, а намеренно убивали. Пять направленных сильных ударов по печени. От неминуемой гибели чувака спасла только редкая генетическая аномалия. Транспозиция органов. Что такое транспозиция? Транспозиция, когда органы расположены наоборот. Сердце и желудок справа, а печень слева. Родной отец никак не мог не знать об этом. Поэтому, если бы он хотел убить сына, то точно бы не промахнулся. Допустим, Руслану нужны были деньги на наркотики. Отец ему денег не дал. Тогда Руслан занял эти деньги, а вернуть ему было нечем. За это его и избили. А почему у него в кармане лежал героин? Странно, не срастается, что ли? Да, странно. Сначала отдали наркотики без денег, разрешили сбегать домой, а уж потом избили. И наркотики при этом оставили. Может, избили за что-то другое? А наркотики просто подбросили. В волосах и ногтях Руслана наркотиков не обнаружено. Даже если он принимал героин, то очень давно. А может, и вовсе не принимал. Все это очень похоже на инсценировку. Причем инсценировку не в пользу отца. Сын наркоман, да еще и связан со спортивной сферой. Для чиновника такого уровня это просто крах репутации. Да? Юлия, у вас что-то случилось? У Руслана остановилось сердце. Его пытаются реанимировать. Приезжайте, мне нужно срочно сказать вам кое-что важное. Скажите, а в какой палате лежит Руслан Фомин? Фомин? А вы ему кто? Подруга. Сейчас посмотрю. Девушка. Девушка, подождите. Чем это вы ее так напугали? Да, видимо, у девушки проблемы с законом. Зорина Анастасия, следственный комитет. Проводите меня в палату к Руслану Фомину. Ну, пойдемте. Как он? Все в порядке. Кризис миновал, слава Богу. Юля, вы хотели со мной о чем-то поговорить. Разве? Да. Вы знаете, с болезнью Русланчика я совсем все забыла, что вам наговорила. Но сейчас уже все хорошо, он идет на поправку. Это главное. Нет. Он еще не пришел в себя. Обязательно придет. Юль, вам сейчас стоит пойти домой и немного отдохнуть. Да. Ну, раз уж вы здесь, я могу задать вам один вопрос? Да. В вашей семье могли быть враги? Нет. Но... Но я не исключаю, что могли. Мой муж очень влиятельный человек. С характером. Просто мы считаем, что вся эта история с наркотиками это подстава. В смысле? Вы же сами сказали, ваш муж очень влиятельный человек. К тому же характер у него скверный, у него живчивый. И они могли просто попробовать подобраться к нему через сына, скомпрометировать. Знаете, я совершенно ничего не понимаю в делах мужа. И сейчас мне не до этого. Девушка! 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 Девушка, подождите! Ну, вот и все. Вот и вся драка, как рассказали Юле с мужем. Эт, ты проверил стыню из бутылки? Да, и получилось совпадение с кровью девушки из-за гаражей. Той, которая может быть рыжей. Так может, она неспроста в больнице-то ошивается? Хочет добить? И где теперь ее искать? В больнице-то она вряд ли сунется. Да, это точно. Если девушка не совершала серьезных правонарушений, то в базе данных мы ее точно не найдем. Нужно попробовать разослать ее фотографии участковым инспекторам. Может быть, там что-то откопаем. Девушка из недолгополучной семьи могла состоять в базе, как трудный подросток. Вот, мне удалось ее сфотографировать. Фотография, конечно, не очень четкая. Вот, сможешь поправить? Да не вопрос. Отдай, пожалуйста, таблетки. Слушай, пузырек пустой. Утром был еще полный. Какая разница? Дай таблетки. Нельзя так пить много обезболивающих. Вредно для здоровья. Я сейчас могу думать только о том, что у меня болит нога. Давай я печень, и я буду думать потом. А почему ты не сказала, что во время Варьи была в машине вместе с Граниным? Как ты узнал? Настя сказала. Ну да. Я забыла, что у тебя есть личный шпион из ИСКа. Какой шпион? Я просил, она нашла информацию. Да не важно уже. Да нет, важно! Почему посторонний человек знает о нашей сабы проблемах? Не уходи от темы. Почему ты не сказала, что была в машине вместе с Граниным? Потому что я не хотела, чтобы ты подумал о нем плохо. Потому что ты ревнивый. Даже чертовы таблетки! А у меня есть повод ревновать? Нет. Лев хороший человек. К тому же он мой начальник. У меня он в аварии не виноват. Кто-то выскочил на встречку. Мне не нравится, что ты используешь свои связи, чтобы следить за мной. А что дальше, жучки? Я просто за тебя волнуюсь. Не более одной таблетки. Доброе утро. Доброе утро. Чего-то вы припозднились. Кто бы говорил. А я что? Я давно тут. Я даже за кофе сбегала. Хотите? Хочу. И даже отретушировала фотографию нашей рыжеволосой. Ну да, там работа-то была на полчаса. Молодец. Хорошая работа. Надо разослать ориентировку по всему городу. Уже? Отправила ориентировку по районным отделениям полиции. И получила ответ. Такая и есть. Анохина Софья, 96-го года рождения. Состоятельно учете в наркодиспансере. Была задержана за употребление наркотиков. Но тогда была несовершеннолетней. И ее пожалели, отпустили. Вот здесь вот есть адрес и телефон. Проживает в том же районе, что и Фомины. Спасибо, Оксана. Какие отношения у вас были с Русланом Фоминым? Любовь у нас была. Какая тебе разница? А мы точно знаем, что вы были свидетельницей его избиения. И вашу кровь нашли на месте преступления. Как вы это объясните? И что дальше? Мало ли, откуда там моя кровь. Может быть, я потом подошла. Учитывая ваше прошлое и репутацию, с вами долго никто разговаривать не будет. Отвалите! Соня, Руслан при смерти. А те, кто бил его, на свободе разбудивают. Расскажи нам, как все было. Мы попробуем помочь вам обоим. Никак вы нам не поможете. А ты думаешь, ты ему поможешь? Так или иначе, мы найдем преступников, а тебя привлекут как соучастники. Я не соучастница. Ты отказываешься сотрудничать со следствием. Покрываешь настоящих преступников. И я сомневаюсь, что на этом твои обвинения закончатся. Соня, мы с Анастасией Владимировной прекрасно понимаем, что ты хорошая девочка. Но поверь, у тебя проблемы. И далеко не все такие понимающие, как мы. Ну, чувак один попросил познакомиться с пацаном. Ну, с Русланом. Ну, а потом дать ему шернуться белым. То есть, подсадить его на героиню. Ну, да. Но не вышло. Кто попросил тебя подсадить его на наркотики? Я не знаю. Я не спрашивала паспорт. Дядька солидный, лысый, улыбается все время. Скажи, а эти двое, которые Руслана били, они знакомы с этим улыбчивым? Это его ребята. Ну, через них я с ним и познакомилась. Я у них как-то брала дурь. Отдавать нечем стало. Но, говорит, вот есть мазу долго отработать. А в ту ночь Руслан кололся, да? Нет. Это все подстава. Он дури и в глаза не видел. Откуда тогда мы нашли у него в крови и в кармане героин? Не знаю. Не может быть такого. Они наверняка все это сами подстроили. Понятно. Вот. Напиши нам здесь подробно. Все, как было. А потом поедешь в больницу. Тебе нужна помощь. А я с тобой поеду. Чтоб ты не передумала. Сонечка, пиши, пиши. Теперь ясно, что наркотики – это подстава. Их целью было уничтожить репутацию Ивана Фомина. Они хотели подсадить его сына на иглу, затем накрутить на него побольше долгов, затем пытались его убить и выставить наркоманом. Значит, искать нужно среди врагов Фомина. Окса. Да, поищем. Однако решение убить Руслана выглядит странным. В конце концов, они поговорили с ним. Дали ему вернуться домой за деньгами. До этого его никто не бил. Да еще, по всей видимости, насильно вкололи ему героин. Причем нападавшие работали под заказ. Возможно, пока Руслан ходил за деньгами, нападавшим позвонил заказчик и дал новую инструкцию. И чем это объяснить? Может, за это время произошло что-то еще? Точно. Драка Руслана с Фоминым. Драка вышла на руку заказчику. Теперь у него появилась возможность не просто скомпрометировать Фомина, а вообще засадить за решетку. Навсегда избавиться. А как он узнал вообще про Драку? У него был совсем маленький отрезок времени, пока Фомин искал сына. Ну, здесь есть два варианта. Либо в квартире Фоминых была установлена прослушка, либо... Либо заказчику проговорился кто-то из супругов. Молодец, Шурик. Значит, надо осмотреть квартиру на наличие жучков. Да, верно. Я сейчас позвоню Артуру, а вы вместе с ним съездите на квартиру Фоминых и все там проверьте. Окса, а ты сделай билинг телефонных звонков Фомина и его жены из городского номера тоже. Угу. Простите. Да? Да, я поняла. Отличная работа. Спасибо. Всего доброго. Только что звонили из полиции. Они задержали бандитов, на которых указал Соня. Кайф. Ничего. На кухне проверь. Юлия, а вы не помните, с кем разговаривали в тот вечер? Может, звонили кому-нибудь? Не помню, нет. Лучше скажите сразу. Потому что мы все равно скоро получим список ваших звонков. Ну, это не секрет. Возьмите мой телефон, посмотрите. Я никому не звонила и я им практически не пользуюсь. Ну что, можно? Да, конечно. И вправду, не обманывайте. Звонков нет. Окс, спасибо, что приехала. Да, правда, я с этими отморозками еще не закончила. Да, в общем, тут у нас все, с кем у Фомина были терки. Чиновники, партнеры по бизнесу, родственники. Приличный список. Да, он даже, собственно, племянник в шею погнал за какой-то фигни. А что со звонками? Мобильные Фомина и Юлия в этот вечер чистые. Ни сходящих, ни входящих, зато на городской номер поступил звонок. Как раз в то время, когда Фомин бегал за сыном. А кто звонил? Вот. Кузовлев Геннадий Сергеевич. Так он у нас победитель. Да, мало того, он в топе ненавистников. У Фомина же был тендер, а Кузовлев оптовик. Он поставлял спортивный инвентарь. Так вот, Фомина большую часть партии забраковала. Кузовлеву тогда нелегко пришлось. Ну да, у него там проблемки были с бизнесом. Значит, я вот это забираю. А пойду допрашивать наших отморозков. Ты передай, пожалуйста, Эду, чтобы он съездил к Юле и расспросил ее хорошенько про Кузовлева. За списки спасибо. Хорошо. Знаете этого человека? Нет. Уверены? У нас есть другие свидетели. Какие свидетели? Гоните вы все. Может быть, гоню, а может быть и не гоню. А может быть, я вообще вам помочь хочу. Потому что эти свидетели укажут на него. А он укажет на вас, чтобы скостить себе срок. И я думаю, что вряд ли он захочет пожертвовать несколькими годами своей шикарной жизни, чтобы прикрыть вас. Нет у вас свидетелей. Хотите проверить? Ну, мы с ним лично не общались. Заткнись, придурок. Продолжайте, пожалуйста. Мы его не знаем. Точка. Есть еще вопросы? Слушайте, не знаю никакого Кузовлева. Отстаньте уже от меня, а. Но он звонил вам на домашний в тот вечер. Да, кто-то звонил, спрашивал мужа. Но я не знаю, кто мне было не до этого. И что вы ему сказали? Я ему вкратце обрисовала ситуацию. Слушайте. Отстаньте от меня, а. Я сутками на нервах. Я устала. Ты же знаешь правила. Разбил инвентарь, плати. Давай по-хорошему, а. Я не разбивал. Это нечаянно вышло. Нечаянно? Так вот. Ты запомни. Геннадий Сергеевич? Он самый. А кто спрашивает? Зорина Анастасия Владимировна. В следственный комитет. Здрасьте. Ты все понял? Свободен. Чем обязан? Давайте пройдем, у меня мало времени. Давайте. Скажите, когда вы в последний раз общались с Иваном Фоминым? Давненько. Как-то не сложилась у нас с ним дружба. Да, я в курсе. А с его женой Юлей, как дружба сложилась? Это вы, наверное, по поводу той истории с его сыном, да? Да, верно. У нас есть сведения, что вы звонили в квартиру Фоминых в ночь, когда произошла драка. Ну да, я звонил. Хотел поговорить с Иваном. Но его дома не было. Жена сказала, пошел сына искать. Она вам не сказала, что Иван ударил сына? Сказала какие-то семейные проблемы. Но я не стал лезть. Не мое дело. Хотя, честно, не ожидал я такого от Ваньки. Он, конечно, жесткий мужик, но семью любил. И сына так избить. Странно все это. Простите, пожалуйста, я должна ответить на звонок. Да, Аркадий, я вас слушаю. Настя, Соня опознала в Кузовлеве заказчика, который нанял этих быков. А, понятно, отлично. И еще, Руслан пришел в себя. Я еду к нему. Да, спасибо, Аркадий, я вас поняла. У вас есть еще вопросы? Если нет, прошу меня простить. У меня срочные дела. Да нет, вопросов больше нет. Спасибо. До свидания. Отец меня ударил. Один раз всего. Я не хочу выдвигать никаких обвинений. Пожалуйста, оставьте его в покое. Видишь ли, он уже признался, что ударил тебя. А поскольку ты несовершеннолетний, то хотим мы того или нет, суд так или иначе состоится. У него проблемы будут, да? Будут, конечно, но я не думаю, что очень большие, какие-то неразрешимые. Ты же встаешь на его защиту, значит, все может обойдется. Ну, хорошо, ладно. Он меня раньше не бил никогда. Я сам виноват. Сам наговорил, сам и получил. Мы тут недавно познакомились с твоей подругой, Соней Анохиной. С ней все в порядке. Все в порядке, не волнуйся. Она в соседнем отделении, мы ее лечим от наркозависимости. Можно поговорить? Ну, я думаю, что не сейчас, потом ложись. Зачем тебе с ней сейчас разговаривать, ты еле дышишь. Да я тысячу раз говорил, что нужно соскочить с этой темы. Она мне обещала, а потом мы расстались. Ладно, хорошо, что сейчас у нее все в порядке. А ты деньги собирал, чтобы за нее долг отдать? Ну, так а куда ей было идти-то? Эти уроды знаете, какой прессе ли? А тебе не кажется, что она могла тебя просто использовать? Могла, да. Но, знаете, я... А я ее не виню. Она, если использовала, то не от хорошей жизни. В жизни всякое случается. Ну и правильно. Молодец. На Кузовлева нет прямых улик. Показания Сони никто не примет в расчет. Бандиты не проговорятся. Это тупик. Да, теперь Фомин точно слетит со всех своих должностей из-за этой истории с героином. Да, а Кузовлев в выигрыше. Теперь его поставкам никто не будет мешать. Надо доказать причастность Кузовлева. Пока вся эта история кажется очень гладкой. Но есть один момент. Почему Юля рассказала совершенно незнакомому человеку о том, что Фомин ударил сына во время ссоры? Это не в ее характере. Такие, как она, обычно не выносит ссоры из СБ. А еще один очень странный момент. Помните, вчера, когда Руслану повезли в реанимацию, она позвонила мне и сказала, что о чем-то хочет со мной поговорить. А потом вдруг резко передумала. Ну, не знаю. Она вроде девушка хорошая и семью любит. Не стала бы она мужу гадости делать. И все-таки это попроси Оксу, чтобы она пробила Юлю по всем параметрам. Кто, откуда, чем занимается, как познакомилась с Фоминым. Окей. Ну что, я могу быть свободен? К сожалению, нет. Вы же ударили сына, разбили ему лицо. Так что до суда и с города не ногой. Да, это понятно. Ну ты как? Нормально. Могло быть и лучше. Поехали к Руслану. Он уже очнулся. Конечно. Поехали. Даже если Юлия виновата в чем-то перед мужем, любят они друг друга по-настоящему. Ну да, конечно. И опять вы включаете свой цинизм. Кирилл, давайте не будем спорить о циниках и романтиках. Молчу. Молчу. И вообще, пора по домам. У нас сегодня был очень тяжелый день. Доброе утро. Привет. Здрасте. Почему такие унылые молодые люди? Вы бы не поспали ночью, я бы посмотрел на ваш бодрый вид. И чем же вы занимались всю ночь? Мы копали под Юлию Фомину. Молодцы. Очень интересная была у нее жизнь. Да. Вот чем, собственно, занималась Юлия Фомина до знакомства с Фоминым. Да, действительно, интересная жизнь была у девушки. Она работала в одном крутом стриптиз-клубе под названием «Перламутр». И отгадайте, кто был хозяином этого клуба. Боюсь даже гадать. Кузовлев. В точку, шеф. Тогда, возможно, что Кузовлев подослал Юлию к Ивану точно так же, как он подослал потом Соню к Руслану. И все это время Юлия шпионила за Фоминым. Именно поэтому она и рассказала Кузовлеву про драку. По-моему, все складывается. Я думаю, что можно вызвать ее в ИСК. Может, пора остановиться. Дело раскрыто. Руслан жив, указал на преступников. С отца снимут все объявления, за исключением той злосчастной пощечины. Тогда преступник уйдет от ответственности. Бандиты будут молчать. И единственный человек, который может дать нам показания против Кузовлева, это Юлия. Подождите, есть еще Соня? Да, есть Соня. Но с ее героиновым прошлым ее никто не будет слушать. Почему уверена, что Юлия заговорит? А если нет? Тогда все, чем мы добьемся, это разрушим семью. Но их отношения меня сейчас меньше всего волнует. Настя, Фомин не простит ей предательства. Она любит его по-настоящему. Да и Руслана любит как родного. И я очень на это надеюсь, потому что именно их чувства я и собираюсь использовать. Надо придумать какой-нибудь другой способ, чтобы надавить на Кузовлева. А нет другого способа, доктор Лемке. И, пожалуйста, не читайте мне морали. Кузовлев уже один раз пытался убить Руслана. И мы не знаем, на что он пойдет дальше. Зачем вы меня вызвали? Я вам уже рассказала все, что я знаю. Да, но вы кое о чем соврали. Про Кузовлева. Вы же с ним знакомы. С чего вы взяли? Будь я на вашем месте, я бы тоже хотела утаить эту часть своей биографии. Что она ей показывает? Что здесь происходит? Да, это было в прошлом. Я не хотела, чтобы Ваня знал. Разумеется. Но я думаю, что Иван бы не осудил вас. Вы были молоды, решили переехать из Латвии в Москву. Хотели поступить в институт, но у вас не вышло. И тогда вы согласились поработать лично на Кузовлева. Вообще-то я просто танцевала. Кузовлев предложил вам познакомиться с Иваном Фоминым. Втереться к нему в доверие. Затем начать подслушивать его разговоры, следить за ним. То есть шпионить за очень хорошую оплату. Что за бред? Я бы никогда не предала своего мужа. Намеренно нет. Но вы влюбились в Ивана Фомина. И, конечно же, хотели прекратить всю эту операцию. Но тут Кузовлев позвонил вам и пригрозил. Если вы откажетесь на него работать дальше, то он расскажет все Ивану. Нет, это неправда. Вы все придумываете. А потом случилось то, что случилось. Кузовлев позвонил вам и решил узнать, одолжил ли Фомин деньги Руслану. И вы ему рассказали, что Фомин ударил Руслана, разбил ему в кровь лицо. Затем Руслан выбежал на улицу, а Фомин выбежал вслед за ним. И именно тогда у Кузовлева и родился этот план. Она что, несет? Юль, в том, что произошло, нет вашей вины. Вы просто хотели спасти ваш брак. Вот только дело в том, что если вы дальше будете покрывать Кузовлева, то вы не сохраните семью. Вы же не знаете, что он попросит сделать вас дальше. Со своей семьей я разберусь сама. Руслан всегда старался походить на отца. Посмотрите видео. Это видео с камер наблюдений. Кто эта девушка? Эта девушка наркоманка. Ее нанял Кузовлев для того, чтобы она подсадила Руслана на иглу. Но она влюбилась в него. И их чувства были взаимны. Знакомая история. Вы мне только что сами сказали, что Руслан всегда хотел походить на своего отца. Как вы думаете, как поступит Иван? Да, это действительно правда. Я работала на Кузовлева. И шпионила за Ваней. То есть вы знали о плане Кузовлева подставить Руслана и скомпрометировать Ивана? Да. И вы подтверждаете, что для этого он нанял двух амбалов, которые избили Руслана? Да. Спокойнее, Иван, спокойнее. Сегодня же ты соберешь свои вещи и исчезнешь из моего дома. Видеть тебя не хочу. Ну давай. Сволочь! Это я не вам, Кирилл. Это автомат. Сожрал все мои деньги. Не стоило Ивану все рассказывать. Ничего страшного. Поругались, помириться. Любовь она все прощает. Если это, конечно, настоящая любовь. А если нет, значит, она к лучшему. Иногда лучше не играть со спичкой. Да что вы ко мне вообще пристали, Кирилл? Что бы по-вашему лучше было, если бы они всю жизнь так и прожили во лжи до старости? Что бы вы предпочли на его месте? Если бы вы были на месте Ивана, мы бы всю жизнь так и продолжали закрывать глаза. Рано или поздно, правда, все равно открывается. Простите меня, Кирилл, я, наверное... Да за что вы извиняетесь? Ваня! Ваня, стой, пожалуйста! Ваня! Ваня, я прошу тебя! Ваня, пожалуйста! Ваня, не уходи! Ваня, Ваня, не уходи! Не уходи! Не уходи! Юля, не надо! Скорую, срочно! Срочно, скорость, вы стоите! Скорую! Уже вызвала. Кирилл? 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 Она жить будет? Не знаю. Начинай с середины. Леша, привет! Леша, привет! Ну что тут опять? Опять мерзкий наркоман. А вы, простите, кто? Я? Я директор парка. Артур Варданя, Следственный комитет. А теперь я задам вам несколько вопросов. А что, в вашем парке так часто находят дела? Как же охрана? А вы сами видите, территория огромная, а бюджет у нас ограниченный. Разве за всем уследишь? Скажите, а месяц назад из ваших сотрудников никто не пропадал? Нет, все на месте. Хотя, говорите, месяц. Вы что-то вспомнили? Да нет, ничего важного. С нашими сотрудниками все в порядке. Нет, если хотите, вы можете проверить в отделе кадров. Мы проверим. Проверим. Можно? Да, можно заходить. Что это? Ну, вы же видите, заявление на перевод в другой отдел. Юрий Кузьмич, подпишите, пожалуйста. Так. Присядь пока. Ну, присядь, присядь, присядь. Позволь мне полюбопытствовать. Что все это значит? Послушай, ну, Академия – это твое детище. Ну, я же не прошу его расформировать. Я просто прошу поставить на мое место другого человека. Я совершила непростительную ошибку. Я поддалась эмоциям, и из-за меня пострадал человек. Настя, ты не должна, понимаешь, не должна брать на себя ответственность за поступок Юлии. Я понимаю, что вы этим хотите сказать, Юрий Кузьмич, но мне от этого не легче. Погоди, погоди, погоди. Закончилось-то все хорошо, правильно? Фомина выжила, правильно? Дала показания на Кузовлева, правильно? Ну, дело-то вы раскрыли. Да, я согласна. Это Кирилл молодец. Он просто оказал Юлии своевременную помощь. И это все произошло по моей имени. Так, отставить. Отставить самообичевание. Настя, я не понимаю, ну, кому будет лучше от того, если ты бросишь отдел? Академики без тебя просто разбегутся. Ну, в конце концов, ну, ты же их привела сюда, правильно? Стало быть, ты в ответе за всех, кого приручила. Нет, нет, слушай, ну, не буду тебе подписывать никакого перевода. Понимаешь, не буду. Все. Все. И слышать ничего не хочу. Иди работай. Иди и работай. Ясно. Ну, ты по-дому, я по-дому. Субтитры сделал DimaTorzok Так, одежду я забираю. Синтетика хорошо сохраняется. Что это с оксой? Ей назначили день суда. Ну, ты что? Нашли что-нибудь? Да. Это чудесный экземпляр. Лубрикус Дерестис. И он поможет нам определить время смерти? Ну, мы с уважаемым лубрикусом думаем, что мужчина скончался 4-5 недель назад. Что подтверждает предварительные выводы доктора Лемке. А более точно ваш друг определить не может? Это очень большой разброс. Ну, а крайне-то все. Понятно. Что у вас, Кирилл? Смотрите. Вот. Эпикандилез плеча. Это причина смерти? Да нет. Это профессиональное заболевание. Возникает при частых и однообразных движениях руками. Ну, может привести только к ухудшению моторики, но не к смерти. Тогда что это нам дает? Не знаю. Вы следователь. Понятно. Хорошо, Кирилл. Я учту этот ваш эпикандилез. А причина смерти известна? Я работаю над этим. Судя по повреждению щитовидного хряща, нашу жертву задушили. Голова и шея сильно пострадали от разложения. Поэтому я не смог увидеть стремляционной борозды. Исходя из характера повреждений, орудие убийства было тонким и прочным. Возможно, роболка. Она глубоко вошла в горло, повреждая мягкие ткани. Анастасия Владимировна, а как вот вы думаете, киллеры могут работать с серебряными удавками? В смысле? Дело в том, что я нашел какой-то странный серебряный фрагмент на цепочке погибшего. У него на шее была серебряная цепочка. Возможно, это стружка, которая снялась проволокой во время убийства. Да, но фрагмент не совпадает по составу ни с цепочкой, ни с крестиком. Обычно для украшения используют 925-ю пробу. Но здесь фрагмент кардинальным образом по составу отличается. Вот я и подумал, может быть, это стружка с орудия убийства? Честно говоря, я никогда не слышала про серебряную удавку. Ладно, утро, вечером мудренее. Завтра мы получим его портрет. Может быть, тогда ситуация хоть как-то прояснится. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас дела? Есть хорошие новости. Есть изображение жертвы. Отлично. Но есть и плохая новость. Я пробила его по всем базам, и никаких совпадений с пропавшими нет. А насколько точна реконструкция? Ну, достаточно точная для совпадений по ключевым параметрам. Получается, его никто не ищет. Как теперь установить личность? А давайте попробуем взойти с другой стороны. Доктор Лемки установил, что у нашего погибшего были профессиональные заболевания. Заболевания, которые встречаются у маляров, каменщиков, слесарей и еще десятка профессий. Причем у него было явно несоответствие возраста и стадии заболевания. Можно предположить, что он этим занимался с 10-12 лет. А если учесть, то что у него на одежде были следы воска и алебастра? Это не сильно сужает нам круг поиска. У него была серьезная травма челюсти. Анасоя Владимировна, помните, я вам говорил, что нашел странный фрагмент на цепочке? Так вот, ночь у меня осенила. Это же кусочки оплетки от струны. Шурик, пока все это звучит очень неправдоподобно. Давайте-ка лучше сосредоточимся на установлении личности погибшего. Да, Кирилл, я вас слушаю. Настя, по своим каналам я узнал, что в одну из клиник полтора месяца назад поступил пациент с похожей травмой. А не назвали его имя? Это Щеглов Илья Валерьевич, скульптор. Так, тогда имеет смысл съездить в союз художников. Я думаю, что там кто-нибудь что-нибудь знает. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Валерьевич. Приятный за вас. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Вы кого-то ищете? Да. Анастасия Зорина. Следственный комитет. Вы знаете этого мужчину? Так это Щеглов. Точно, Илья. Скажите, ему кто-нибудь мог желать смерти? Смерти? Ну что вы. Завидовать завидовали. Не без этого. А что случилось-то? Его убили. Боже мой, какой ужас. Жалко ведь, как молодой совсем. Скажите, вы не знаете, где он работал? В какой-то галерее. А может быть, вы помните адрес или хотя бы название? Так у нас их рекламные проспекты есть. Сейчас, секундочку. Вот. Все написано. Спасибо вам большое. Вы мне очень помогли. До свидания. До свидания. Ну еще, еще. Понял. Ну повыше, повыше. Ну давайте, давайте. Ну ребята, аккуратнее, аккуратнее. Ну вы что, не видите, правый угол содрался? Вот так? Так, Господи, ну повыше, повыше. Так. Какого угла не работа ниже, ниже, да? Ага. Угу. Хорошо. Извините, вы директор галереи? Да, я директор галереи. Девушка, кто вас пропустил? Видите, мы тут экспозицию устанавливаем. Зорина Анастасия Владимировна, Следственный комитет. Я могу задать вам несколько вопросов? Ой, простите, Анастасия Владимировна. А чем я могу вам быть полезна? Вы узнаете этого человека? Ну да, знаю. Это Илья Щеглов. Очень хороший молодой человек. Но он у нас больше не работает. Он сейчас уехал в Санкт-Петербург вместе с Елисеевым на реставрацию. А в чем дело? Боюсь, у вас неверная информация. Илью убили около месяца назад. Здесь, в Москве. Да что вы. А Степан знает? Кто такой Степан? Ну, Степан Елисеев. Он его близкий друг. Они вместе учились в одном художественном училище. Вот Илюша его всю дорогу за собой тащит. А у вас есть номер телефона Елисеева? Я могу как-то с ним связаться? И вы уверены, что Елисеев сейчас жив и находится в Санкт-Петербурге? Ой, я не знаю. Сейчас я наберу. Алло? Степан? Степа, ты в Петере? Да. Можно я перезвоню вам позже? О, нет, нет. Подожди, пожалуйста. Подожди. Спасибо. Анастасия Зорина, Следственный комитет. Когда вы в последний раз видели Илью Щеглова? Не помню. А в чем дело? У него какие-то проблемы? Его тело было обнаружено вчера утром. А убили его около месяца назад. А вы уверены, что это Илья? К сожалению, да. Скажите, когда вы возвращаетесь в Москву? Я приезжаю завтра. Спасибо. Мне нужен домашний адрес Щеглова. И вы не знаете, были ли у него близкие родственники? Ну, знаете, насколько я знаю, его родители погибли, а братьев и сестер у него нет. Только Елисеев близкий его друг. А адрес можно взять в бухгалтерии. Пойдемте, Анастасия Владимировна. Анастасия Владимировна. Анастасия Владимировна. Граждане понятые, ваше присутствие необходимо для удостоверения факта следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия. Вам все понятно? Аркадий, вы думаете, это картина Щеглова? Он же вроде был скульптором. Ну и что? Одно другому не мешает. Микеланджело тоже был скульптором. Ну и рисовал неплохо. Да. Смотрите, вы правы. Картина Щеглова. Она называется «Муза». Знаешь, мне кажется, он не собирался эти картины выставлять. Похоже, и так для себя, для души. Для личного пользования. Видимо, эта женщина занимала какое-то особое место в его жизни. Или в смерти. Смотрите, это скрипка. А у нас есть предположение, что Щеглова могли задушить струной. Нам нужно обыскать квартиру и найти как можно больше чего-нибудь, чтобы опознать личность этой музы. Картины заберем с собой. А вы, пожалуйста, Аркадий, пройдитесь по квартире и попробуйте составить психологический портрет владельца. Хорошо. Спасибо. Так. А может, это не реальная женщина? Может, это собирательный образ? Вот, смотрите. На одной из картин написано «Муза». Да нет, вряд ли. Портреты очень слабые на уровне студенческих работ. Вряд ли он ее выдумал. Тем более, это явно одно лицо. Да. Скорее всего, женщина реальная. А значит, и скрипка – вполне реальный инструмент. Мне кажется, нам надо искать не только скрипачку, но и скрипку. Найдем инструмент, найдем музу. Мы с доктором Лемке проверили теорию Шурика. Вынужден согласиться, что характер повреждения соответствует струне. Я бы сказал, что это был басок. Мой друг детства занимается скрипками. Он реставратор. Я съезжу к нему, он мне про эти инструменты расскажет все. Теперь мы точно знаем, что орудием убийства была струна. Я думаю, что нужно еще раз съездить на место преступления и все тщательно там обыскать. Возможно, что преступник выкинул ее где-то там, неподалеку. Эд, возьми Артура и езжайте на место преступления. Нужно проверить еще один квадрат. Если ничего не найдем, придется упросить подкрепление. Нашел! Басок. На нем кровь. И, внимание, в оплетке не хватает звена. Мой приятель сказал, что это скрипка Гварнери, скорее всего. Он определил это по цвету. Скрипки Гварнери, он говорит, отличались от Амати, Страдивари цветом. Темно-вишневым. Те были светлые, а эти темные. Ваш друг определил ее по цвету? Да, он говорит, по цвету точно Гварнери дель Джузо, но еще не только по цвету он это определил, а по Фом. По форме этих завитков. Видишь такие вот отверстия в форме завитков? Гварнери дель Джузо, говорит. Да. И к тому же он эту скрипку видел. А кому она принадлежит? Консерватории. Никому. Здравствуйте! Моя фамилия Роткин, это я вам звонил. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Зорина, Следственный комитет. Очень приятно. Чем могу быть полезен? Что вы скажете об этой скрипке? Узнаете ли вы ее? Да, это наша. Только не могу понять, чем наша скрипка могла заинтересовать и полицию. Ну, в первую очередь, меня интересует не сам инструмент, а люди, у которых был доступ к нему. А скрипка раритет. Она выдается выдающимся исполнителям. Вы встречали когда-нибудь эту девушку? Вы ее узнали? По всей вероятности, вам нужна Инга Лемешева. Она работает у нас в консерватории. У нее есть доступ к этому инструменту? Да. Мы несколько раз выдавали ей скрипку на концерты. А вы когда-нибудь меняли струны на этой скрипке? Они пропадали? Да вы что, с ума сошли? Как это пропадали? Скрипка раритет. Все струны меняются только под нашим контролем. Где мы можем найти Лемешева? Она здесь. Только у нее очень важная репетиция. Я могу ей передать, чтобы она вам позвонила, после того, как она закончится. Нет. Нам нужно поговорить с ней прямо сейчас. И будьте так добры, пригласите ее или мы сами отправимся на поиски. Хорошо. Подождите здесь. Я ее сейчас приглашу. Кстати, Инга недавно просила заменить на ее репетиционной скрипке басок. Это такая толстая струна. Она практически никогда не рвется. Я готов поспорить, что этот дедечка тайно влюблен в скрипачку. Да, ну... Напрасно смеешься. Иногда в трудовых коллективах бывают такие романтические истории. Вспышки страсти, взаимного влечения. Их иногда очень трудно контролировать разумом. Да. Но если человек полностью погружен в работу, то такие вспышки страсти будут ему несколько мешать. Ты права. Абсолютно права. Впрочем, как всегда, Настя. Здравствуйте. Вы меня искали? Да. Даже не могу себе представить, чем я могла заинтересовать правоохранительные органы. Вы знаете художника Илью Щеглова? Нет. Мы не знакомы. А в его квартире мы обнаружили несколько ваших портретов. Ну и что? Художник мог видеть меня на моих концертах? Это еще ничего не значит. А что случилось с баском на вашей репетиционной скрипке? У меня порвалась струна. Такое иногда случается. Я попросила ее заменить. А в чем дело? Я что, должна отчитываться за свои струны в полиции? Нет, конечно. Речь не о струнах. Жаль, что вы не были знакомы с художником Щегловым. Дело в том, что мы как раз сейчас заняты расследованием обстоятельств его гибели. Извините мне. Пора возвращаться на репетицию. Вряд ли нам удастся доказать, что струна, которую мы нашли в парке, это струна с инструмента ИН. Ого! Вот это уже интересно. Чего там? Да подожди ты. На орудии убийства кровь не одного человека, а двух. И судя по групповой принадлежности, один из них Щеглов. Там еще с одного края на оплетке какие-то щепки застряли. Посмотри. Ага. О, я нашла страницу Инги. Так, она замужем, и у нее есть полуторагодовалый сын. Ну-ка, верни назад. Ага. Это? Кто это? Муж Инги? Да. Олег Лемешев. Да. Интересно. У Олега монголоидные черты лица. Скорее всего, в его роду были татары. И что? Ну, как что? Специфический разрез глаз, формы, скул. Передались бы ребенку, а этого нет. Может быть, эти характерные черты передадутся через поколение. У сына Инги нижняя челюсть и строение носа точно такие же, как у Щеглова. Хорошо. Я позвоню ей и попрошу ее прийти. И если ребенок действительно не от мужа, а от Щеглова, я попробую ее разговаривать. Антропологические исследования – любопытная штука. Вы знаете, что по строению лица можно много узнать интересного о человеке. В частности, кто является его биологическим отцом. Доктор Лемке разбирается в таких вещах. Если вы сами не хотите говорить нам правду, то мы возьмем постановление о проведении теста ДНК у вашего сына. Вы понимаете, что ведется расследование о предумышленном убийстве человека. И своим враньем вы не только мешаете следствию, вы заставляете подозревать вас. Я его не убивала. Да, у нас был роман. Да. Артем – сын Ильи, а не моего мужа. Что еще вы хотите узнать? Расскажите мне про ваши взаимоотношения с Ильей. Я вас умоляю, пожалуйста. Я вас очень прошу. Не нужно ничего говорить моему мужу. Естественно, он не знает про этот роман. Он уверен, что Артем – это его сын. Пожалуйста, я вас очень прошу, не разрушайте нашу семью. Спасибо. Я все расскажу. Олег – мой муж, он хороший, он надежный, но он обыкновенный человек. А Илюша – он же гений. И я хотела, чтобы его таланты передались мальчику. Но я так же понимала, что он неуранно-навешенный, что он нервный. И моему сыну будет лучше расти с таким отцом, как Олег. Как вы ловко все просчитали. А что вы можете сказать по поводу Степана Елисеева? Я не знаю, что про него сказать. Я его видела пару раз мельком. Как долго продолжались ваши отношения с Щегловым? Почти три года. Мы с ним расстались несколько месяцев назад. Вы знаете, сразу после этого у меня как будто второй медовый месяц случился с мужем. Пожалуйста, я вас очень прошу. Не надо ему ничего рассказывать про нас с Ильей. Ну, мы ради ребенка. Вы же понимаете, что мальчику нужна полная семья. Я даже не представляю, что с нами будет, если Олег от нас уйдет. А что на самом деле произошло с вашей струной? Ее попросил Илья. Зачем? Что он собирался с ней делать? Он сказал, что моя струна пронесет ему удачу. Вы ведь ничего не скажете моему мужу, правда? Я думаю, что нужно поговорить с Елисеевым. Он сегодня приехал из Питера. Я это проверила. И я бы хотела узнать его алиби на день убийства. Но, к сожалению, не могу этого сделать. Потому что у нас до сих пор нет точной даты смерти. Подождите. Надежде Щеглову остались семена нескольких растений. Время их созревания пересекается между собой на интервале в три дня. Соответственно, смерть Щеглова наступила на этом отрезке. Разброс в три дня, это, конечно, лучше, чем в неделю. Но все-таки хуже, чем в один день. Здравствуйте. Степан? Здравствуйте. Степан. Анастасия Зорина, следственный комитет. Я бы хотела с вами поговорить по поводу Ильи Щеглова. Очень приятно. Проходите. Спасибо. Куда? Да, проходите. Только осторожнее. Здесь ступенечки. Угу. Присаживайтесь. Спасибо. Да, я вас слушаю. Когда вы в последний раз видели Илью? Где-то месяц назад, 26 апреля, мы должны были вместе ехать на работу в Питер. Но на вокзале он так и не появился. И за целый месяц вы ни разу не пытались с ним связаться? Ну, почему? Почему не? Почему? Я звонил, телефон был выключен. Он, кстати, очень часто так делал, когда был увлечен своим творчеством. А говорят, что незадолго до смерти у Щеглова была серьезная травма челюсти. Верно? Верно. Верно. Но я бы не очень хотел об этом говорить. Я вообще-то расследую смерть вашего друга. Или вам наплевать на это? Ну, хорошо. Хорошо. Только не истолкуйте мою информацию привратно. Незадолго до отъезда в Питер между нами произошла ссора. Он выпил немного лишнего, полез на меня с кулаками. Я его оттолкнул, он упал, ударился головой об стол в мастерской. Из-за чего произошла ссора? Ну, мы должны были вместе участвовать в выставке в Чикаго. Очень престижная выставка. Да и деньги хорошие для тех, кто займет первые три места. Нужно было работать. А Илья был увлечен своей личной жизнью. От него как раз ушла любовница. Он пытался ее вернуть. Инга мне рассказывала. А что произошло дальше? Ну, что? Я сказал ему, что если ты не будешь работать, я буду выставляться один под своим именем. Его это очень сильно разозлило. И он решил выяснить отношение кулаками. Степан, скажите, а что теперь по поводу этого конкурса? Вот Илья Щеглов погиб. И вы будете выставлять работы от своего имени? Нет, что вы. Скульптура не готова. А потом я не хочу и не могу возвращаться к ней после смерти Ильи. Время поджимает, а что-то сделать новое я уже не успею. Вот так что Чикаго пролетело мимо. Понятно. Что ничего не понятно. Спасибо. Там ступенька. Осторожней. Инга не могла этого сделать. Судя по положению следа от струны, она была гораздо ниже ростом, чем нам нужно. Угол наклона не совпадает. А что, если это муж Инги? Ну, он же не знал про роман с женой. Нужно вызвать его к нам. Подождите, а если он действительно ничего не знал? И мы разрушим их семью, и ребенок останется без отца. Ну, а что, если Лемешев узнал, что его жена ему изменяет и убил любовника? Мне необходимо с ним поговорить. Инга, здравствуйте. Это Анастасия Зорина. Инга, как мы можем найти вашего мужа? Зачем? Я же сказала, что он ничего не знает. Он сейчас в больнице и не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы. А что произошло? Сначала думали, что у него свинка, но оказалось, что он переболел ею в детстве. И поставили диагноз воспаление слюнных желез. Когда мы сможем с ним встретиться? Нескоро. И мы только что удалили камень из канала. Пожалуйста, я вас очень прошу, оставьте нашу семью в покое. Мне очень жаль Илью, но ни я, ни мой муж не имеем к его смерти никакого отношения. Инга? Так. Нужно выяснить, в какой больнице лежит Лемешев и поговорить с врачом. Из-за перенесенной свинки у мужчины велика вероятность оказаться бесплодным. Если это так, то он знает, что ребенок не его. Анастасия Владимировна. Да. Я все-таки волшебник. Вы узнали имя убийцы с помощью магического шара? Почти. Судя по циклу развития факультативных анаэробов, которые я обнаружил на теле, убийство произошло ровно 32 дня назад. Это что же получается? Что Щеглова убили до поездки в Питер? Я нашел больницу, где лежит Лемешев. И поговорил с следующим врачом. Муж Инги действительно бесплоден. И скрывает это от жены. Значит, муж Инги теперь наш главный подозреваемый. Нужно проверить его алиби на день смерти Щеглова. Олег, вы сказали вашему лечащему врачу о своем бесплодии. Значит, вы всегда знали, что Артем не ваш сын? Знаете, у нас есть основания подозревать вас в убийстве Ильи Щеглова. Значит, вы все-таки убили. Не буду протворяться, что я расстроен по этому поводу. А еще я подал в суд на врача. За разглашение тайны о моей репродуктивной проблеме. А подозрение в убийстве любовник уже не вас не волнует? Моя жена, ну, она творческая личность. Да, она слегка легкомысленная, конечно. Но я люблю ее. И я знал об их романе. Я боялся, что она уйдет от меня. Но, тем не менее, она выбрала меня. Так что начнем кого-то убивать. А вы не помните, что делали 25 апреля? Так сложно, конечно, вспомнить. Хотя, хотя 25 апреля у моей жены был концерт. Я даже выходил на сцену дарить Инге букет. До этого я был на работе, у меня были важные переговоры. Кому есть куча свидетелей. Ой, а что это вы такие хмурые? Я думаю. А что с алиби у нашего отела? Я позвонила к нему на работу. И там подтвердили, что он действительно в день убийства находился в офисе. То есть, либо мы ошиблись в днем смерти… Либо что-то произошло прямо во время концерта. Либо Лемешев вообще ни при чем. Настенька, все не так просто. Во время нашего вчерашнего разговора, как только мы заговорили про день смерти Щеглова, с ним случилась резкая перемена, он занервничал. То есть, вы хотите сказать, что у него липовое алиби, либо на время работы, либо на время концерта? Вряд ли он бы стал врать насчет концерта. Его присутствие или отсутствие там очень легко установить. Стой. Сколько времени прошло с начала концерта? Семнадцать минут. Дальше. Ну да. До конца программы остается десять минут. Его не было примерно полтора часа. За это время он мог убить Щеглова и вернуться обратно в консерваторию. Я не понимаю, что вам от меня нужно? Нася, он врет. Дави на него, но без эмоций. Где вы были 25 апреля во второй половине дня? Я был в консерватории, на концерте. Он думает, у нас на него ничего нет. То есть, вы утверждаете, что вы не покидали здание консерватории на протяжении всего концерта? Нет, конечно. Тогда позвольте мне кое-что вам показать. Куда вы уходили? Я был в парке. Илья с утра мне прислал СМС, где назвал время и место встречи. А почему именно в парке? Он там работал. Кажется, реставрировал какие-то скульптуры. И что произошло на этой встрече? Ничего. Он не пришел. И я вернулся на концерт. Настю он не убивал. Извините. Я оставлю вас на пять минут. Что значит не убивал? Судя по всем невербальным признакам, он говорит правду. Нам известно, что Илья Щеглов работал в вашем парке. Вы эту информацию от меня скрыли. Когда вы последний раз видели Щеглова? Да, пожалуй, чуть больше месяца назад. Да, как раз у моей дочери в этот день был день рождения. Они весь день ругались, портили настроение. Ну, вот я и запомнил. А из-за чего ругались-то? Да из-за конкурса какого-то. Да я особо не уникал. Но в этот же день вечером Елисеев уволился. Взял расчет и сказал, что он уезжает в Питер по срочным делам. А на следующий день Щеглов не вышел на работу. Что мы имеем? Елисеев скрыл от нас, что работал в парке вместе со Щегловым. По словам директора парка, незадолго до смерти Щеглова, Елисеев и Щеглов очень сильно поссорились. К тому же алиби у Степана нет. Скорее всего, мы нашли убийцу Щеглова. У нас только косвенные улики. И совсем не ясен мотив. Мотив ясен. Творческая зависть. Моцарт и Сальери. История стара как мир. Аркадий, а вы что скажете? Мог ли Елисеев убить или нет? Если честно, история этого Елисеева у меня вызывает некоторые затруднения. Он человек явно спокойный, уравновешенный. И вроде бы не склонен к насилию, агрессии. Но с другой стороны, в отчаянной критической ситуации такие люди способны на жесткие и хладнокровные действия. В таком случае нам необходимо обыскать квартиру и мастерскую Елисеева. Зорина, я тебе в сотый раз объясняю. У тебя нет достаточной мотивации для проведения обыска. У тебя одни догадки, понимаешь? А мне нужна конкретика. Хотя, с другой стороны, твои академики пока вроде ведь ни разу не ошиблись. Ни разу. Да будет, будет тебе, Ольга. Можно поцелуй? Спасибо. До свидания. Настя! Настя Зорина! Денис? Сколько лет прошло? Пять лет. Три месяца. Два дня. И еще два часа. Ты такая была задумчивая. А тебе очень идет, когда ты улыбаешься. Спасибо. Ну, чем занимаешься? Где работаешь? Закончил юрфак. Сейчас читаю лекции по адвокатуре в любимом альма-матер. Ну, а ты как? Замуж вышла? Я? Нет, нет. Я работаю. У меня работа, работа. И еще раз работа. У нас при СК создали новый экспериментальный отдел. Академия называется. И я начальница. Ну, очень долго рассказывать. Лучше сам приходи. Все увидишь. У тебя мой телефон остался? Конечно. Я себе сделал с ним наколку еще на третьем курсе, если ты помнишь. Да, понятно. В общем, звони. Номер не изменился. Пока. Да, теперь я начинаю понимать, что такое настоящий творческий беспорядок. Вот та половина мастерской принадлежала Илье. Видимо, там он и создавал свои гениальные произведения. Ну, а насчет его гениальности я бы поспорил. Настя. Настя. Это бесполезно. Я пережил здесь все сверху донизу. Он совершенно спокоен. Похоже, он уверен, что мы ничего здесь не найдем. Может, мы ошиблись, он не виноват. А может быть, он уже просто успел уничтожить все улики? На лопате следы почвы. Нет или у лопаты вырыта могила для щеглова? Степан, вам придется проехать с нами. Эту лопату мы забираем в лабораторию. Подождите, подождите. Вы не понимаете, что вы тогда нервничали? Вы сейчас приедете с нами и все подробненько нам расскажете. Прошу. Я сравнил отпечатки начальники лопаты с отпечатками Елисеева. Они не совпали. Зато нашлись совпадения с теми, которые мы нашли на портрете Инги. Скорее всего, их оставил сам Чугов. Шурик сказал, что анализ почвы совпал. Могилу копали именно эти лопаты. То есть, перед смертью он заставил друга выкопать себе могилу? Поэтому попробуй его расколоть, пока не приехал его адвокат. Степан, мы знаем, что вы убили Щеглова именно этой струной, заставив перед смертью выкопать себе могилу. И я уверена, что на орудии убийства мы обнаружим ваше ДНК. Поэтому, если вы признаетесь, сейчас это зачтется вам как чистосердечное. Хорошо. Да, но вы не совсем правы в своих умозаключениях. Щеглов действительно копал могилу, но не для себя, а для меня. Продолжайте. Я каждый день слышал, что Щеглов гений, Щеглов сотворил новый шедевр. А на меня просто никто не обращал никакого внимания. Илья умел очень хорошо располагать людей. И на каждом перегрёзке кричал о наших с ним достижениях, приписывая их исключительно себе. И именно поэтому вы решили его убить? Да нет. Я просто хотел заниматься своим любимым делом. И желательно отдельно от Ильи. И все-таки, что же произошло? Как погиб Щеглов? Я вам уже говорил, что мы должны были принимать участие в очень крупной международной выставке в Америке. И вы решили избавиться от соавтора, чтобы выставить скульптуру только от своего имени. Да. Да, то есть нет. Я просто сказал ему, что поеду в Америку один. И Илья очень сильно разозлился. Видимо, он испугался разоблачения и решил избавиться от меня. А потом поехать на конкурс с этой скульптурой уже под своим именем. Да? Но тело мы нашли почему-то именно Щеглова, а не ваше. Получилось так, что когда он накинул на меня эту струну и стал душить, мне удалось вырваться и повернуть ситуацию на прямо противоположную. Но я не хотел его убивать. Я просто хотел, чтобы он немножечко успокоился. А он все время рвался куда-то вперед. И потом... Потом, когда я его отпустил, уже было поздно. Я решил, что лучшим выходом будет закопать его в могиле, которую он выкопал для меня. А лопата? Почему вы не избавились от нее? Да я не знал про лопату. Вероятно, он выкопал эту могилу за день или за два до нападения. А почему Щеглов выбрал для орудия убийства именно эту струну? Не знаю. Он придел к ней какие-то ручки. Все время использовал ее для резки воска или глины. Он почему-то был уверен, что в этой струне какая-то особая энергетика. Что она принесет ему удачу. Степан. Но вы хоть сами понимаете, как неправдоподобно все это звучит? Это единственное, что осталось на память о лучшем друге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кирилл, мне кажется, нам надо поговорить. Вы были правы, я была не права. Мне нужно было прислушаться к вашему мнению. Я бы себя никогда не простила, если бы Юлия погибла. Я очень рад, что вы способны признавать свои ошибки. Я понимаю, что вы не хотели, чтобы все так получилось. Но все же вам стоит доверять мнению людей, с которыми вы работаете. Я это уже поняла. Я просто не умею работать в команде. У меня не получается. Я привыкла всю жизнь рассчитывать только на себя. Значит, мир? Мир. Спасибо. А ведь и правда кровь-то на струне оказалась Елисеева. Да, возможно, остальная часть истории тоже окажется правдой. Я вот тут подумал, а вдруг Эд, ну, чисто из зависти, решит меня убить? Ну, это ведь я догадался про струну и оплетку. Возьмет, расправится со мной, да? И заберет обе ставки в Академии, да, Эд? Не наговаривай на него, Шурик, не надо. Вот Анастасия Владимировна совсем другое дело. Человек целеустремленный, волевой. Если примет решение, никогда от него не отступит. Здравствуйте. Не помешал? Привет, Денис. Коллеги, познакомьтесь. Это Денис. Мы с ним учились и дружили. Приветики. Друзья, простите, если я у вас украду Настю. Ты как? Конечно, я с радостью к тебе присоединюсь. Как, вы уже уходите? Даже чай не попьете? Да, извините. Приятно было познакомиться. Это еще что за персонаж? Я надеюсь, он с нами не будет работать? Нет, я считаю, что команда набрана. Нам никто не нужен. Уж наревнуете ли вы, коллега? Кстати, на мой профессиональный взгляд, Настю и этого красавчика связывает нечто большее, чем давняя дружба. Даже как-то не верится, что у Анастасии Владимировны с этим вот красавчиком мог быть какой-то роман. Она, по-моему, кроме работы, больше ни о чем не думает. По-моему, это ты слишком увлечен работой. Раз не замечаешь очевидных вещей. Я что-то пропустил? Так, господа, дело закрыто. Пора домой. Все. А что, я реально что-то пробовал? Молодцы. Субтитры создавал DimaTorzok